Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok А это для тяжелых Ну вот здесь хозчасть для хранения продуктов Тут сухие, а там ледник Аптека Перевязочная, душевая Штабной вагон Будем тут свои собрания проводить Ну а заодно и столовая А это купе Для врачей нашей состава Выбирай Товарищ Простите Я кажется заснул Вы кто? Я Я врач Белов Я из Ленинграда Я еще утром приехал А Николай Витальевич Викевич Хорошо, знакомьтесь Это ваш комиссар А это ваш ночь поезда Данил Фаван Егорыч Белов Очень приятно А валенки зачем? По Показанию Знаете, противоречивые Кто говорит, что выйдут А кто говорит Нет Одна дама вообще сказала Валенок на всю На всю армию не хватит Но они не помешают Они здесь постоят Не помешают Поезд уже осмотрели Что? Поезд, поезд А, надо Идите сюда Вас как задут Мама Мухина Несите в дальний вагон Идите сюда Вас как задут Катя Катя, держите Только аккуратно Там хрупкая Несите туда Я же просила Осторожно Вы что, не слышите Там стекло? Слушайте, будете на меня орать Вы будете сами носить Куда? В тот вагон Возьмите коробки Возьмите проход Здравия желаю, товарищ комиссар Медсестра общего профиля Сержант Чумакова Прибыла в ваше распоряжение Мне сказали, у вас не до комплекта Кто сказал? Товарищ Потапенко Как вас зовут? Фаина Васильевна Значит, вы воевали? Почти два месяца А если точнее, 49 дней Так хорошо Товарищ Разумовская Юлия Дмитриевна Вот вам помощница Тоже медсестра Объясните ей, что и как Сейчас она вам выдаст обмундирование Халат и все такое А вот это можно Стереть Зачем? Я не губами работала А руками А руки у меня праведные Сестринские Держите Какой комиссар у нас С таким комиссаром Да на поезде Женат? А вы вообще Осознаете Куда вы попали? Конечно Хотя передвижение В войск Военная тайна Куда скажешь Туда и поезд Несите в центральный вагон Только аккуратно Красавчик Здравия желаю Давайте Проходите Зашите 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 Извините Извините Санитарки Есть Девчонки Хорошие Сильные Но хорошо бы еще одно Кухню Хозяйственную часть Сформировал Врачей не хватает Трех единиц Машиниста Не нашел Хирурга нет Ваня А я что могу с ним По дороге подберешь? А машиниста Тоже по дороге подберу? Викса далеко не убирайте Чтоб под рукой были Так это туда И мы от умывальника А где карболка И жидкий формалин Клава Несите инструменты Извините Я вас там не поранил Он меня немножечко предавил Прошу прощения Прошу прощения Да-да-да Даже приятно было Очень приятно Пардон Очень приятно Павел Сергеевич Супругов Ухо-горло-нос Ну что же И уши бывают Ну не болят Фима Скоропортящаяся Срочно в ледник Хорошо Хорошо Все Так Что у нас здесь Раз, два, три, четыре Куда ты? Товарищ комиссар Не мешайте Тут 30 килограмм А раненые все 80 весит Отдавайте Аккуратно Значит тушенку И сгущенку Вензе И до приема раненых Не выдавать Правильно Жесткая экономия Правильно А чем состав кормить? Шонкой На сладкое сахар выдавайте Вот теперь понимаю Вот правильно Правильно Аккуратно Да-да Николай Викентьич Сегодня вечером Данилов собирает всех На планерку Хорошо Спасибо Что-то пишете? Это Так Медицинское Тоже хотел всю жизнь писать Многие из врачей Были писателями Чехов Булгаков Я вот как-то Все не соберусь Подъем Шесть часов утра Отбой В двадцать два часа Не считай дежурств Дежурные по вагонам Лично отчитываются Передо мной Либо перед ночпоезду Товарищем Беловым Не допускается Опоздание на дежурство Пьянство Неподчинение старшему позванию Внеуставные отношения Неаккуратность Нарушение сангигенических Простите У меня вопрос А что это такое Внеуставные отношения? Это те отношения Которые мешают Исполнению непосредственных Рабочих обязанностей А если не мешает? Свободное тоставление Лишь, Чубакова Давайте не будем Вы все прекрасно поняли Просто не надо Хвостом крутить А если крутить То так, чтобы никто не заметил Товарищ Чумакова Еще один такой вопрос Я вас с поезда Приказом То же самое касается Пьянства И азартных игр За нарушение В 24 часа С поезда Еще вопросы? Свободны Через 15 минут Продолжаем движение Я прям не понимаю Что она о себе думает? Сомневаюсь, что такие Как она вообще думает? Определенный тип женщины Уже? Да как вы могли? Это не я Оно здесь было Я просто за Марли зашла Не надо, голубушка Его здесь не было Она еще и врет Я не вру Какое вы имеете право? Иван Егорович Принимайте меры Огородникова Испортила аптечный стол И самое главное Она хамит Я просто требую Уважительного отношения К себе С какой это стати Вы кто такая? Я человек Это не я пролила Ваш чертов йод Огородникова Товарищ Огородникова Во-первых Юлия Дмитриевна права Вы как младшая По званию Обязаны Ей подчиняться Во-вторых Порча оборудования Это... Да не я Это что мне сделать Чтобы вы поверили? Да это я пролила Думала Потом татру Это хорошо Что вы признались Все равно Иван Егорыч Я отказываюсь Работать с Огородниковой Категорически Она не знает Что такое Субординация Хорошо Я разберусь Идите Будете работать С Ольгой Михайловной В Кригеровском Для тяжелых Спасибо Началось Да Женский коллектив Тоже не спит Иван Егорыч Непривычная Обстановка действует Ну почему же Непривычная Просто едем В поезде Вот и все Да Вопрос Куда Едем К фронту Товарищ Военврач К фронту Не понимаю Такой поезд Пускать на фронт Это же вредительство Фейна говорит После первой бомбежки Все окна Повлетают Это форменное Вредительство Иван Егорыч А вы поштите Молнию наркома Такой прекрасный Поезд Гоним под бомбы Защитить Я могу иметь свое мнение Я так же как и все Еду на верную гибель Как и вы Трусите Не люблю Бессмысленного риска Смерть за родину По вашему Бессмысленная Да Если по причине Чужого разгильдяйства Да Ну пока мы еще Не погибли Пойду посты Проверю Мужчина Извините Простите Простите Я супругов Бавил Сергеевич Врач Вторая полицейника Вот справка О состоянии здоровья Главврач уже подписал Осталась только Ваша подпись Так может нам Послушайте Мне как раз Санитарный пояс Врачей нужен Ну я с радостью Здоровья никак Подлечиться нужно Подлечусь И сразу Сразу в госпиталь На работу Хорошо Павел Сергеевич Оставьте документы И подождите За дверь Да Извините Да Извините Извините Товарищ Данилов Значит Подлечиться хотите Павел Сергеевич Так Ну вот На передовой И подлечитесь Зак Так Извините Так Позвольте Товарищ Данилов Все решился С вами В поезде Военком Продолжение Так вы же Что вы? Не могу Знаете Черт С этим болезненным Советом Учит Кто вы по специальности? Я? Лор Лор Это ухо-горло-нос Что ли? Он сам Во 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 Подкиднова А ну-ка Раздай мне тоже Трефик Козырь Моя любимая масть Ну что Сразу сдаетесь Ну почему Так сразу Ну тогда Не плачьте Отличный машинист У нас всех Дизельщиков Обучили Если он такой хороший Что же его до сих пор Не взяли Бьет Руки Золотые Берите Не пожалеете Михайлович 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 А спал и спать буду Я вам не мальчик Михайлович Комиссар пришел Товарищ Данилов Данилов Кравцов Кравцов Санитарный поезд Людей набирает Пойдешь Побегу Да он же вытушит Ну и что Вот они орут Что я в пьяном виде Под колесо попаду Я под колесо Вот за десять лет У нас была хоть одна авария Не было факта Сами удивляемся Ну что Ладно Только запомни У нас в поезде Сухой закон Это понятно Я ее только одного требую Уважение Мне этого не надо Чтобы Комсомольцы Замечания делали А вот это тебе на погоны Ну что Еще играться охота Давай Незвецкий за мной 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 Раненый придет К перевязку Посидит послушай Сделаешь Ой, девочки, ну жарко Я дверь открою А это кто? Муж Красивый Мне хорошо Почему? Охотница Мак Да я шучу Просто не думала, что у тебя муж есть Я сама до сих пор удивляюсь Спасибо 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 Субтитры сделал DimaTorzok Ты щетку взял? Взял А ваксу для обуви? Взял Буду писать тебе каждый день А ты? Ну что ты делать-то будешь без меня Я еще не придумала Так, только давай без романтизма, да? Маленький Не знаю Я как ты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы что здесь делаете? Субтитры сделал DimaTorzok Иду в бойлерную А вы? Какая бойлерная? Идите спать Отбой Обойдемте вместе Товарищ Чумакова Я? Я вам приказываю Бросьте этот тон И эти ваши шуточки Товарищ комиссар А я не шучу Я такая Какая есть Знаете, что означает мое имя? Фаина В переводе с греческого Сияющая Фаина Васильевна Я? Вы комсомолка? Да Так вот вам придется Забыть Все ваши привычки Идите спать Меня зовут Фаина Меня прислал губком Будем вашу культуру поднимать А что вы делаете в свободное время? В церковь ходим До сих пор ходите в церковь? Да по привычке Клуба-то нет Безобразие Эх вы А еще Комсомольцами хотите стать? Стульчика никто не предложит? Спирт Спирт? Меняю на полкружки скипидару Скипидару-то зачем? Радости Врачебная тайна Разбавляйте Не маленькие А скипидар возьмешь у Незветского Скипидару-то Товарищ Незветский Вам плохо? Нет, все хорошо Вам плохо, я же вижу Все хорошо Все пройдет Пройдет Артист Самойлов Вам не родственник? Нет, я из Владивостока Просто вы на него ужасно похожи Вам никто не говорил? Нет Знаете, я первая Самойлов Мне сказали Мне сказали, у вас есть скипидар Доктор, у вас есть какие-нибудь книги по медицине? Хочу почитать Да, а у меня есть справочник лекарственных трав Потом пирогов Врач Слышали? Ой, Иван Егорыч Мы же подъезжаем к Ленинграду Так Жена Что? У меня там жена Я мог бы с ней встретиться Я не могу вас спустить из поезда А телеграфировать, чтобы она сюда подошла? Времени нет Вы ведь уже простились Тем более использую телеграф для личных нужд Я ничего не знаю о своем сыне Я волнуюсь Мы с ним так плохо расстались Что-то я не то сказал Пирожки Лялечкины любимые Супчик Ну давай, объясни теперь и маме Почему ты с нами не едешь Ну давай, мы ее ждем все Мама еле достала эти путевки Она, между прочим, думала о тебе О твоем здоровье Я уже договорился с друзьями Это он договорился с друзьями Значит, друзья тебе дороже Чем мама, чем папа Чем Ляля Сестра твоя Знаешь что, дорогой мой сынок Николай! Ну хватит Хватит На самом-то деле Мальчик вырос У него свои интересы Я сдам эту путевку Игоречек Вот тебе косточка Музговая Очень полезная Постой, Соня А почему это Игорю предлагают Мозговую косточку А Ляля не предлагают Может быть, Ляля тоже хочет Мозговую косточку Ляля, хочешь мозговую косточку? А ну-ка, сядь Ну-ка, вернись Ты смотри, ты сестру обрил Коля Коля, ну, Николай Ну сядь Ну что ты в самом деле Ну Ну За какой-то Костя При чем тут Кость? Соня Давай будем откровенны Наш сын Вырос самовлюбленным юнцом Без всякого уважения к людям А это все потому, что Ну, вернулся Игорючек, а вот твоя косточка Коля А что ж ты косточку-то не съел? Ой, Ольга Ивановна Здрасте Николай Викентьевич Война началась Ну что, приехали? Куда приехали? Необычно Ленинград бомбят Аго, бомбят Ленинград бомбят Что такое, товарищ? Ленинград бомбят Что? Ленинград бомбят А там же Там же Сонечка Давай Возьмите Ленинград бомбят Размейте Я не могу, каждый день есть пшенку, не могу. Спасибо. У вас есть что-нибудь другое? Что дали, то и есть. Кушайте, 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 кушайте. Нет, но мы не можем так питаться. Доктор, не у каждого желудок такое вынесет. Зажег продукты, ясный день. Да, а потом мы удивляемся, откуда на рынках тушенка? Надо просто морду ему набить, тогда будем нормально питаться. Доктор, Николай Викенович, Ленинград скоро. Три часа стоим. Три часа. Спасибо. Девочки, извините, я… Уберите, пожалуйста. Куда нас поставили, а? Просто какие-то железнодорожные джунгли. Я вот ленинградец, я здесь никогда не был. Я не понимаю вообще, где мы находимся? Соня! Сонечка! Я здесь! Соня! Соня! Ну, идем. Как ты меня нашла-то? Подожди, 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 познакомься. Это Иван Игоревич Данилов. Данилов, очень приятно. Здрасте, Софья. Это моя Сонечка. Я понял, да. Пойдем, я тебе покажу мои купли. Николай Викенович, у вас сорок минут. Это моя Сонечка. Сорок минут. Пойдем, пойдем. Побежали, 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 побежали. Так, давай, давай. Опа, опа. О, папка идет. Папка идет. О, папка. Папка идет. Иди сюда. Держи. Спасибо. Завтра вместе будем запускать. Держи. Спасибо. Завтра вместе будем запускать. Не порежь. Обедать будете? Буду. Открывай. Это мне? Сегодня в тресте праздник. Начальство с женами придут. Проведи себя в порядок. Чтобы не хуже других было. Я уже не верю, не верю, не верю. Спасибо. Здесь опять все. Это было. Повезай. О, яй, прохлопад. Ой, прохлопад. Ой, прохлопад. Добро пожаловать в Молодняк! Ребята! Здрасте. Выживаемость молодняка 20 процентов, а они кричат, корма плохие. Я им говорю, товарищи дорогие, подчините стойло. Здорово, мужики! Не о чем говорят. Здравствуйте. Ничего не дают. Так пойдите в лес, нарубите досок. Щели хотя бы закройте. Здрасте. Нет, а потому что не свое, совхозное. Всего доброго. Ты в отпуск пойдешь? Я ведь для тебя путевку беру. Кабра или гурзу. А? Да иди ты со своими отпусками. Ну, Евдокий Семенов, выбирайте. Агры или гурзу. Ой, я не знала. Это как Иван Игорьевич скажет. Вот и подумайте. Вот, Джек. Я домой пойду, голова болит. Только пришли. Вечно жалуюсь, что никуда не ходим. Вышли, голова заболела. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Я ни капризничаю, просто я больше не хочу в эти клубы. Всю жизнь сидишь дома в обнимку с кастрюлями, одичала совсем. Учиться не хочешь. Хоть бы книжку почитала какую. Когда мне учиться, а мне хозяйство одеть, накормить. Ну все. Извините. Начальник АХЧ просил передать, сейчас принято вам покушать. Спасибо. Спасибо. Ой, как пить хочется. Прошу. Я сам. Наш начальник АХЧ, он знаешь, чем нас кормит? Чем? Исключительно пшенкой. Пшенкой. Тебя ведь не посылают на окопы? У-у-у. Я сама пойду. Бьет нас. Сильно бьет наскоре. Да, бьет. Ну это пока. Как там Ляля? Игорь? Ляля служит. Их должно быть тоже скоро на окопы. Пошлют. Игоря забрали. Куда? Не знаю. Кажется, в район Пскова. Не могу. Не могу. Не могу я больше эти сводки слушать. Пуся, не надо плакать. Да все. Не надо. Спасибо. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. Пшенка. Игорь Николаевич. поступила телефонограмма приказа штаба выдвигаемся по направлению к пскову псков это хорошо у меня там сын игорь это хорошо пойдемте крупное танковое сражение в котором советской стороны участвовал около 100 танков а со стороны противника не менее 250 противнику был нанесен ощутимый урон он потерял несколько десятков танков и бронемашин и еще несколько машин было уничтожено в непосредственной близости от пскова возле реки черехи а я слышал что наши отступают и отступают это время я уверен и еще одно очень важное сообщение товарищи приказом военно-санитарного управления наш состав полным ходом движется туда где героически сражаются наши солдаты поэтому прошу всех быть максимально готовыми к исполнению своих непосредственных обязанностей началось а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Горячо, осторожно. Во мне течет греческая кровь. 25 процентов. Мой дед был грек-киприот. Черт знает что, я не могу больше есть пшенку, вы понимаете, я не могу больше есть пшенку, это издевательство. Согласен. А где Соболь? Я ему морду набью. Соболь, выходи, мы все равно тебя найдем и зажарим твою Соболетину. Бывают же обстоятельства. Товарищ Назиатский. С вашим диагнозом пшенка не самый лучший продукт. Товарищ, между нами Соболь здесь совершенно ни при чем. Это приказ товарища Данилу. Может быть, Николай Викентьевич наконец расскажет Ивану Егорычу? У вас ведь тоже есть полномочия? О нет, я боюсь есть основания. Иными словами, вы просто боитесь. Вы же начальник поезда. Я не отвечаю за рацион. А за что вы вообще отвечаете? Кто-то чем-то недоволен. Есть недовольные. Меня нельзя одни пшеном кормить. У меня манометры, котлы, напряжение. Я вообще могу из-за вашего рациона под откос поезд пустить. С таким рационом. Я вам не голубь. Иван Егорыч, я понимаю экономия, но нельзя экономить на людях. Вы понимаете опасность скудного рациона? Понимаю. Неизвестно сколько будем стоять. Неизвестно сколько будет раненых. Потерпите! Мы не в самом плохом положении. Мы в детдоме кашу с тараканами ели и ничего. В Саратове в голод. Люди людей ели. Давайте вспомним. Угу. Посмотрите. Посмотрите. Посмотрите на эти деревья. Может быть мы их видим в последний раз. МОЛЧАТЬ! МОЛЧАТЬ! Предупреждаю. Трусы, паникеры и саботажники будут мною лично переданы военному трибуналу. А в боевых условиях расстреляны на месте. Я пошутил. МОЛЧАТЬ! МОЛЧАТЬ! И шутники тоже. МОЛЧАТЬ! Иван Егорыч. Хотите сделать ампутацию? Трепанацию, операцию. Павел Сергеевич не военный. Он человек мирной профессии. Ему все это непривычно. Не надо кричать на людей. КОНЕЦ МОЛЧАТЬ! Оно удивительное. 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 Ну, не проходит же это делать. Ну, знайте. Да-да. Я их понимаю по поводу рациона, ну, правда, ну, скудный рацион. Николай Викентьевич, а вы понимаете, что будет, если все начнут обсуждать приказы командира? Я не обсуждаю ни в коей мере. Так, надо окна закрыть, прокоптим все белье. Так, окнитесь, то была Фаина. Так. Здрасте. Фаина Васильевна, так, распорядитесь закрыть все окна, а то мы прокоптим белье. Окна? Окна закрыть все. Николай Викентьевич, окна вылетят при первом же разрыве. Это глупо. Ах, витязь. То была Фаина. Товарищ Соболь, шутка повторяется. Придумать что-нибудь, ну, новенькое. Ну, здрасте. Фаина Васильевна, вы почему себе позволяете такой тон? Какой тон? В разговоре с начальником поезда называете его распоряжение глупостями. Если вы забыли устав, я напомню. Нет, я помню. А окна, они и правда вылетят. И в вашем любимом вагоне аптеки. Хорошо. Окна надо открыть. Я прекрасно помню устав, я не новичок. Но, товарищ Данилов, я прежде всего женщина. Ровно? Ровно? А должно быть ровно? Сестра Смирнова забыла вложить мандрен. Зачем вы ей дали шприцы? Она делала укол монтёру Незветскому. У него ужасные боли. Сестра забывает вложить мандрен в иглу. А вы знаете, что без мандрена игла может заржаветь. Юльдмитна, не переживайте. Я всё сделаю сама. А кто будет переживать? Я должна переживать. Если дальше так пойдёт, мы не сможем ей доверить ни одного предмета в перевязочной. Берегите нервы. Юльдмитна, нам ещё вон предстоит. Нет, но я так больше не могу. Не могу стоять без дела. Клава, а где Данилов? Данилов ушёл в акопункт за бригадой хирургов. Просил никого поезд не покидать. Почему он решил, что мы покинем поезд? Интересно, что она о нас думает. Это хирурги. Усиление. Три хирурга, три стола. Один в перевязочной, два в обмывочной. Ольга Михайловна, Таяна, я. Инструментов, халатов хватит. Обмывочной. Закрыть окна, вскипятить воду, включить свет. Мойте столы. Клава, уберите стёкла. Мы по своей части всё подготовили, проверили. Точно? Да, точно, точно, точно. Значит, всё готово. Всё проверили. Да, проверил. Повторяю ещё раз. Выдвигаемся в сторону Паприки. Да, всех повторяю. Выдвигаемся в сторону Паприки. Где Зублугов? Павел Сергеевич. Где Зублугов? Павел Сергеевич. Павел Сергеевич. Поторопитесь, пожалуйста. Что? Так, все за мной, бегом, марш! Есть! Остановились. А почему? Вообще, все это неправильно. Что? У нас кто-нибудь объяснял правила безопасности личному составу в боевых условиях? Я очень сомневаюсь. Очень. У нас ведь только указания могут давать. У нас очень мало людей. Кто будет возвращать насилки? Кстати, сколько? Трое? Прекрасно. Прекрасно. А если понадобится полицейская помощь в поезде? А я здесь. Вал Сергеевич, помолчите. Сухоедов, носилки приготовь. Кострицын! Санитарный поезд далеко! Налево, за будкой, по дороге. Найдешь? Найду! Сам дойдешь. Пацана вози! Хорошо, иди. Медведев, ну что вы трясете? Да не трясу я. Пал Сергеевич! Все, отойдите. Да-да. Да, сейчас. Пострите! Стоп! Живы! Уносите! Уносите скорее! Уходить надо! Взяли! Взяли! Понесли! Понесли! Овец! Товарищ Соболь, у меня к вам будет просьба. Да. Нет, это приказ. Значит, приготовьте сегодня ужин на 120-220 человек. Сегодня будет много раненых с сегодняшнего дня. Подождите, только вы приготовьте не вот это вот ваше, а приготовьте не вот это вот, а сделайте манную кашу сладкую с вареньем, а потом кофе, чтобы было, печенье, маргарин. Маргарин? Маргарин? Да. 50 грамм. 50. Так, я ничего не забыл? Нет. Да. Да. Не-не-не, все. Он собирает все же. Я вам позже скажу, сколько будет точно народу. Хорошо. Сюда все, быстро! Быстро! Нож 50 грамм на 120. 50 грамм на 120. 50 грамм на 120. 50 грамм на 120. 6 тысяч. Значит, готовим ужин на 200, не на 150 человек. Так, а маргарин? Маргарин? Пусть лежит, где лежал. До возвращения, Иван Игоревич. Пошли. Пошли. Чуть-чуть. Юра Дмитриевна! Юра Дмитриевна! Юра Дмитриевна! Юра Дмитриевна! Что здесь? Режьте сапог. Чего ты? Режь! Скажу тебе незначительное дело. Даже кость не задета. Режь! Дверь! Дверь! Придержите там, куда все прок. Так, так, так. Все готово. Не делайте что-нибудь. Не мешайте вы, доктор. И так тесно. Спасибо, мамаша. Все хорошо будет. Потерпи. Ольга Михайловна! Ольга Михайловна! Пинты! Юра Дмитриевна, что у вас? Не мешайте, пожалуйста. Ольга Михайловна! Воды! Воды! Кто просил? Кто воды просил? Бас! Серый, бас! Дай бас! Серый! Серый, дай бас! Серый! Бас! Бас! Серый! Держите его! Серый, бас! Серый, бас! Серый, бас! Доктор! Доктор! Четырнадцатый вагон горит! Шуток, шуток! Шуток, шуток, шуток! Раненые в вагоне есть. Да нету, там никого! Там Динамо, товарищ Билов! Нужна вода! Давайте, в воду лейте! Лейте воду! Ой, ничего! Нужны пожарные! Наши танцы должны быть пожарные! Надо вызвать пожарных! Да какие пожарные! Отцеплять воду! Отцеплять! Отцепляем! Отцепляем! Рада! Помощь нужна, как специалист! Вагончик отцеплять надо! Матери своей вели отцеплять под бомбами! Там раненые! Вагонов погибла я тебе что? Твой отцеплять должен! Отцепляй! Я сказал, отцепляй! Ну-ка! Ну-ка! Жи сюда! Отцепляй! 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 Что вы стоите? Лейте воду еще! Еще воды! Отцепляй! 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 Мат Сергеевич, вы в порядке? Да! Царапина! Проверяйте! Отцепляйте! Отцепляйте! Павел Минетови Отцепляйте! Дingsalino Отцепляйте! Кто живой? Патер Кеич. Да, пожалуйста. Кто живой? Кто живой? Супруга! Супруга! КОНЕЦ Пан Сергеич, что вы делаете? Огородникова! Вы опять ворон ловите! Займитесь делом! Пойдемте. Огородникова! Лена! Здесь, товарищ Занилов! Я здесь! Уходи! Вы как? Супругов, вы как? Пал Сергеевич, спасибо! Повязки! Санитары! Надо надеть! Потом! Уходить надо! Все. Все, не могу больше. Доктор, я вас провожу. Я тоже не могу. Пойду хоть переоденься. Мне уже тошнит от вида крови. Я тоже пойду. Пойду. Врача пропустите! Чистое белье это сегодня выстирать. Соболи передайте, пусть завтрак подает. Но еще никто не завтракал. Я сутки не ел. Людей из-под завала доставал. Быстро. Передам. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА 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 Тёплая. Алла Сергеевич, пожалуйста. Павел Сергеевич. Тихо. Павел Сергеевич. Я здесь. Павел Сергеевич. Ольга Михайловна просыпается. Я и слюху. Юлия Дмитриевна, где? Ох! Ох! Николай Викентьевич, спали? Спал. А Юль Дмитриевна не спала? Надо спать. Идите. Надо работать. Не сбивайте. Я вас сменю, идите, 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 спать, 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 все хорошо, нужно чашку какао или чай, да, идите выпейте, это, это приказ, вы не имеете права не подчиняться, идите, сейчас, сейчас, идите. Пожалуйста, чай, Павел Сергеевич, чудеса, жизнь становится менее обременительной, сгущеночки там нет, велено не давать, для меня, сейчас принесу. Дайте мне чего-нибудь, чаю, крепкого чаю, может кофе? Кофе, у нас есть кофе. Юлия Дмитриевна, дорогая, если б вы знали, как я рад вас всех видеть. Раненых все больше, куда мы их всех денем? Кстати, бомбить перестали, может отбили? Сегодня ночью думал, что больше никого не увижу, вагон, поезд, вас вспоминал. Думал, вот так вот сядем с вами вместе, поговорим, выпьем, крепкого чая. Да, странное существо человек, привыкает быстро ко всем ограничениям. Вообще, возможности человеческой психики не ограничены, привыкает ко всему, к бомбам, к смерти, ко всему. Может аккумулятор сел? Я проверял, все нормально, вы еще раз попробуйте. Рябина, рябина, я Бурлак, я Бурлак, прием. Бурлак? Это что такое? Товарищ Данилов, тут дети, а это и даже года нет. Вы понимаете, что это поезд для раненых бойцов Красной Армии, а не для гражданских? А что если комиссия? Вы представляете, что с нами будет? Что с ними будет? Все ваши комиссии глубокие. Сержант Чумаков, а что за разговоры? Я не буду их угонять. Давайте сами. Давайте, давайте. Возьмите. И так и скажите вашей комиссии. Передайте Соболю, что я разрешил накормить. Ну-ка, голубчик, ну-ка, покажись. Так, ну-ка, моргни глазами. Моргни. Сейчас, сейчас, посиди. Так, идите сюда. Идите сюда. Вот сюда можно положить еще один матрас. Ну-ка, бойцы, подвиньтесь. Так, здесь двое, двое. Вот сюда можно. Сюда, ну-ка. Столовая, где теперь будет? Да вы работайте, столовая вам. Иди сюда. Ну-ка, голубчик, иди ко мне. Доктор. Вот так. Николай Викенин. Куда вы раненых? На пол. По инструкции не положено. А на улице под бомбами положено по вашим инструкциям. Пойдемте со мной. Надя, еще десять человек можно. В столовую, сюда. Иван Егорыч, вам бы отдохнуть. Вы же не спали совсем, а? Почему по два человека? Надя, надо 15 минут поспать, и все. Почему по два человека на одной кровати? Иван Егорыч, это все легкие ранения. Мы потом переспределим. Гражданки, что здесь делать? Вы откуда? Вот-вот, изохни я. Немец нашу улицу раздолбил снарядами. Наши утекли, а мне осколок в лоб попал. Не бросать же его в городе. Немцы, понимаете, в немцы. Вот идут они, вон они, вон. Мы всех гражданских высадим на ближайшие станции. Мать пишет, что правдом дров не дает. Весенние нормы у них. А у нас там трое сопляков по лапкам. Лен, ну ладно тебе. Подумаешь, не пишет. Напишет. А не напишет, черт с ним. Мужикам вообще верить нельзя. Ты-то откуда знаешь? Опыт, дорогая. Опыт. Расписаться успели? Нет. А ты чем думала? Без бумажки ты никто. А с бумажкой вдова-солдат. Плюс поем. Замолчи. Любишь говорить то, чего не знаешь. Вот зачем они это делают? Нельзя им, не продавайте. Нельзя им, понимаете? У тебя диета. Нельзя. А я хочу пирожок. Давайте. Залезли. Давай, давай, давай. Пирожок. Нельзя им это есть. А ну-ка, зашли все в поезд, быстро. Опять Фаи не попадет. Ай, пусть. Терпеть ее не могу. Ты видела, какие у нее присы? С кружевами. А кому вот это показывать? Кто это увидит? Развратная. И Данилов ей замечаний не делает. К нам ко всем придирается, а она, видите ли, на особым положении. Перестань. Данилов женатый человек. Ты наивная, как-то я не знаю кто. Ну и что, что женатый? Он жене свои писем не пишет. Да ты одна ничего не замечаешь. Комиссар наш вылился. Куда, куда, куда? И их довод против местной анестезии состоит в том, что она занимает слишком много времени. И не всегда получается общее обезболивание. А вопрос полного обезболивания состоит только в умении, и все. Николай Викентьевич, что вы от меня хотите? Я хочу, чтобы вы меня поддержали. Юля Дмитриевна, она прекрасный специалист, но она не врач. А в последнее время она слишком много на себя берет. Хирурги слушаются во всем, а это неправильно. Откройте! 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 Василина Васильевна! Василина Васильевна! Василина Васильевна! Я вас прошу, у гаммониных своих трахиатомиков они привезли в вагон, спирт и папирос. Я понимаю, вам, конечно, некогда. Но какой персонал? Такие и больные. Так, кофе, что? Пирогов объели! Все! Надо дело! Я слышу, ты все! Все! Да, скажи, Данилову, всё! Чёрт, кто пьём? Надоело! Ну всё, Ивашкин, давай заказывай мне венок на могилу. Я сейчас тебе такое промывание устрою. Внукам рассказывать будешь. Ещё одно сообщение. Очень важное, товарищ. Приказом санитарного управления наш поезд для перевозки раненых из прифронтовых госпиталей в Толовые переводится в тыл. Ещё вопросы? У меня вопросы. Давай, Николай, пожалуйста. У меня вопрос по состоянию ухода за легкоранеными в вагоне номер 10. Товарищ, вот так нельзя. Надо что-то делать. Только за вчерашний день у нас произошло два ЧП. Двое больные объелись пирогами. У двух началось острое расстройство стула. Ещё у одного рвота. А потом в мой вагон двое больных с трахеотомией Сушков и Милканя пронесли спирт, папирос. Вставили Антонову папиросу в рот. Налили туда спирт и подожди. Так, товарищи, а что здесь смешного? Между прочим, Антонов после тяжелейшей трепанации. Хорошо, что я вовремя всё это заметила. А происходит это только по одной причине. Потому что некоторые, которые должны следить за своими больными, вот позволяют тут совершать такие прогулки. Ой, Михаил, извините. Некоторые, это должно быть я. Нет, я всё-таки схожу, извините. Очень легко следить за тяжелораненными после трепанации и ампутации. А у меня каждый гружённый рейс. Целый вагон, не тяжёлых, да. Нормальных, здоровых мужиков. Которые хотят пить, курить. С поезда сбегать. Дело надо делать и меньше с тобой заниматься, и вот это вот тюрбаны на голове накручивать. Товарищи, конечно, есть правила, которые нужно исполнять. Но есть и исключения из правил. Когда раненый выздоравливает, у него совершенно меняется мировосприятие. Состояние эйфории. Это сродни действия опиума, алкогольного объединения. Товарищ кричит всё его существо. Я жив. И поэтому он идёт и покупает тебе папиросы. Именно, Ольга Михайловна, именно. Он делает всё, что дозволено здоровому человеку. И даже больше. Ему кажется, что он бессмертен, что он неуязвим. А теперь посчитайте. Полный вагон практически здоровых мужиков под ответственностью одной хрупкой женщины. Илья Васильевна, Несмотря на то, что Юлия Людмитовна неожиданно выступила в вашу защиту, я бы вас всё-таки попросил привести себя в более уместное состояние. На самом деле, зачем это всё? Причёски, ресницы, помада. Неужели нельзя без этого? Вы так и не поняли. Вы не понимаете. Чего? Это всё ради вас. А вы так ничего и не поняли. Ради вас я стою каждый день на полчаса раньше, чтобы привести себя в порядок, потому что я хочу вам понравиться. Я очень хочу вам понравиться. А это очень глупо, потому что вам не нравятся такие женщины, как я, да? Вам нравятся женщины мыши с нащустава, а я не такая. Я просто женщина, и я её останусь, даже если меня разорвёт на тысячу кусков. Причём, Ray Францович, не знаю. И ещё должны... Подходи. Поехали. Спасибо. Продолжение следует... 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 Дядь Саш, а почему ты хромой? Да, по пьяной лавочке. Тело наберёг. Человек-дурак. У меня тоже папка по праздникам пил. Как выпьет, добрый становится и песню поёт. Я его пьяным очень любила. А у тебя жена есть? Была. И дочке было. Поезд вывел к отцу. Поехала, разбомбила. Ну-ка, давай ещё раз. Чёрный ворон, Что ж ты вьёшься Над моею головой? Где? У Холодкова 39,1 держится. Только уснул. Разрыв уретры, пункция. А высокое сечение мочевого пузыря не стали делать? Нет необходимости. Ну как ж так, батенька. Ну вот я простой терапевт, но в таких случаях... Но вы же хирург. Мы советовались с коллегами, с Юлей Дмитриевной. Я не врач. Я просто медицинская сестра. Надо делать, давайте делать. Для чего эти споры? Да. Девчонки, у нас есть пушки. Внутри, Кетчак. Уживание! Аплодисменты. Уживание! 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 Стоять! Чем это вы тут занимаетесь? Так. Можно я? Иван Егорыч, вот списки выбывших. Спасибо. Такое дело, новогаин заканчивается с тритоцида на два дня, рибанол, фуруцелин, йод, перекись водорода, антисептики, перевязочный материал. Хорошо, 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 я сделаю. Вы когда заказываете, просите больше. Сколько по норме положено, столько и возьму. Но нормы далеки от реальности. А давайте сделаем так. Давайте оставим в списках несколько человек. Так нас не урежут в лекарствах. Только до следующей станции, потом вычеркнем. Мы же не для себя стараемся. А если будут проверять, хотя я не думаю, кому это нужно, мы все возьмем в себя. Ну и скажем, ошиблись. Да? Да. Иван Егорович, мы просто предлагаем найти выход из тупика. Или завтра нам придется затыкать раны грязными тряпками или лечить заговорами. Но то, что Фаина Васильевна склонна к авантюрам, это я уже понял. Но вы-то, коммунистка, предлагаете мне подлог. Фаина Васильевна, идите отсюда. Фаина Васильевна, В последнее время, общаясь с вами, я все время чувствую себя виноватым. У меня ощущение, что не вы у меня, а я у вас в подчинении. Это субъективное ощущение. Вы просто не знаете всех тонкостей нашей работы. Я понимаю одно. Что вы и с доктором Беловым разговариваете безобразно, и со мною. У вас безобразный тон. Вы отличный специалист. Но незаменимых у нас нет. Помните об этом. Я запомнила. Идите. Подумайте о медикаментах, пожалуйста. Да, и по поводу девочки. Я договорилась, фельдшеры отвезут ее в детдом. Идите. Юлия Митна, Иван Горьевич, есть решение вопроса. Слушайте, гениально. Давайте впишем в журнал учета раненых еще десять человек. Хорошо, восемь, пять, давайте трех. А? Да. Так мы далеко не уедем. Иван Игоревич, нам для нормальной работы необходим по достаточному количеству амидопирин, анальгин, стриптаций. Что? Фурцелин, антисептик. Туда, туда. Потом, перевязочный материал. А что ты мне в Ваньку-то валяешь? Гыль не брал, филе гавилая. Угля была куча, вот, осталось, вот. Ты же вчера приехал на санитарную. Вот сейчас вы на запасном стоите. О, Иван Игоревич. Здравия желаю. Здравия желаю. Я же просил без самодеятельности. Вы мне уж, пожалуйста, расскажите, почему твой архаровец наш уголь тырит, а? Я сам по себе, я инвалид. Да он правда инвалид, у меня справка есть, вот. Там все написано. Он за свои действия не отвечает. Значит, биполярное расстройство, что такое? Вроде как психоз. Ему все время кажется, что угля не хватает. А у нас угля, во, спасибо вам, мы по норме все получаем. Уважаемые товарищи, вот посмотрите на них. Хорошо устроились? Вопрос. Кто мне мой уголь вернет, а? Откуда ты знаешь, кого мы везем? Интересно. Давайте все послушаем. И кого? Может, твоего сына. Что бы я больше этого не видел? Как тебе это вообще в голову могло прийти? На то, что нам дали, мы вообще никуда не уедем. Раненых поморозим. То есть это происходит с самого начала? Молодцы. Молодец. Егорыч, ты с облака слезай иногда. Немцы в село зашли, мы все в сарай попрятались. А они на мотоциклах здоровенные. Васька здесь? Там Данила с фельдшерами, в дедом хотят ее отправить. Прячься давай. Ботинки, ботинки убери. Дай сейчас. Сейчас. Да, да. Васька здесь? Нет. Так. Почему беспорядок в купе? Так шкафчиков недостаточно. И я. Что это за куча? Это наше белье грязное. Стирку собираем. Уберите все, пожалуйста. Ваську найдете ко мне? Угу. Влезай. Ну что, Василиса, теперь ты на нелегальном положении. Иди. Иди. Так. Так. Садись. Ты здесь ничего не трогай, Юра Дмитриевна. Берегись. Ну хватит. Все. Тихо, тихо. Все. Васька, я прошу вас. Все, все, все. Что? Все, хватит. Все, хватит. Хватит. Тебе же нравится, я же вижу. Ну иди ко мне, хорошая моя девочка. Люблю, люблю тебя. Раз любите, женитесь. Что-то мог к собаке, честное слово. Женюсь, женюсь, конечно. Вы уже обещали. Значит так, или в ближайшем пункте мы подаем заявление, или я всем скажу. Что? Я хочу, чтобы все как-то по-человечески было. По-человечески? Ты что, дура совсем? За аморалку вас посадят. Ой. А ты хорошая моя девочка. У солдат Красной Армии воруешь. Сгущёнку. И ты за это сядешь. Можешь. Крики. Можешь. Надо все сказать. Я тебя очень прошу, никому не говори. Слышишь? Меня посадят. Понимаешь? Фу. И как ты с ним целовалась. Да тебе этого еще не понять. Я его люблю. Это я как раз понимаю. У нас в селе одна девушка по любви утонула. Так она потом вся синяя и распухшая стала паром являться. Так что любовь это прям ужас. Мы пьем за самую прекрасную женщину нашего подвижного состава, за Фаину Васильевну. Ура! 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 Тихо, тихо. Тихо, тихо. Ну почему же тихо? Товарищ Данилов, мы здесь. А у меня сегодня день рождения. Поздравляю. Присоединяйтесь. Работы ведь сейчас немного. Мы отдыхаем. Отдыхать будете после войны. А вы, товарищ, сержант, своими штучками, помадами, музычкой, пошлядскими причесочками развратили мне уже весь поезд. А ну-ка, дыхните. Что? Вы прекрасно слышали, что я вам сказал. Вы пьяны. Да. Я выпила два глотка в свой день рождения. Мы здесь все выпили. Давайте все подышим. Странный вы человек, товарищ Данилов. Для вас важны только ваши ровные отчеты, которые вы чертите своими бессонными ночами. Гоните нас всех и останетесь один. Всем присутствующим выговор. А сержанту Чумаковой с занесением в личное дело. Сухоедов, стол сжечь. Месленная часть Во-haulю. Паина Васильевна, Паина Васильевна, Паина Васильевна! Паина Васильевна, стойте, стойте, прошу вас. Отойдите от меня. Вы не берите близок к сердцу. Отойдите от меня. Отойдите от меня! Пишите. Пишите. Можно? Присаживайтесь. Иван Игоревич, что такое приказ, я знаю. Сжечь бульярный стол – дело 15 минут. Вопрос, зачем? Ну, посудите сами. Кино нету. Книги люди давно уже все перечитали. Никакого досуга. Досуга? А вообще в курсе, что война идет? Ну, мы уже поняли, что вы человек особенный. и даже в чем-то железный. Но не всем же героем это быть. Героизм в нашей стране – это естественная функция людей. Ваша функция, моя функция. Нет. Знаете, Иван Игоревич, вы мне никогда не докажете, что героизм – это естественная функция. Героизм – это красота человеческая, это взлет человеческого духа, и не всякий способен на героизм. К нему, если хотите, талант может. Николай Никеевич, Иван Игоревич, что со столом? На дрова? Делайте, что хотите. Спасибо. Талант. На этой войне, доктор, такие-то таланты вырастут. Мир ахнет. Это вы упрощаете вопрос. У нас в стране 200 миллионов народу, и что, 200 миллионов героев? Возможно. 200 миллионов минус один. Из меня герои не уйдет. Минус два, еще супругов. Все, надоело. Стыдно. Стыдно. Я уже письмо в ЦК написал. На фронт хочу. Там люди кровь проливают, а у нас здесь досуг. Стыдно. Понимаю, что все немного устали от недостаточной нагрузки. Но скоро будет новая партия раненых. Работы будет много. Пока предлагаю оставшееся время потратить на всем нам полезное и нужное дело. и своими силами отремонтировать сгоревший вагон. Вот кто-то жалуется, что мало у нас досуга. Люди скучают. Так вот я считаю, что лучший способ борьбы со скукой – это общественно полезный труд. Согласны? Ну, в общем… Конечно, да. Извините. Так, разрешите? У меня, товарищи, лично возникают большие сомнения по поводу такой необдуманной постановки вопроса. Подобная инициатива – вещь, конечно, хорошая. Начальству, опять-таки, понравится. Но не слишком ли мы сильно нагружаем наших людей? Всему есть свое время и место, товарищи. Ни для кого не секрет, что во время перегруженных рейсов мы все работаем на износ. Они должны когда-нибудь отдыхать? Я вас правильно понял. Все отказываются. Я не отказываюсь. Давайте проголосуем. Кто за то, чтобы отремонтировать вагон, и прошу поднять руки. Опустите. Кто против? Опустите. А вы, доктор, за или против? Я воздержался. Я не умею ремонтировать вагоны. Дорогие мои девочки. Я человек одинокий. Семья у меня не сложилась. А сейчас я думаю, что вы все и есть моя семья. Пан Сергеевич! Пан Сергеевич! Пан Сергеевич, вы, как вы ему ответили? Как он весь позеленел? А зачем нам отдыхать? Соболь будет рад. А в туалет окончание сорок пять секунд. А в городе, знаете, кино идет. С Каточниковым. Обожаю Каточниковым. Давайте пойдем, у нас три часа свободного времени. Горынич не отпустит. Так. Идите. Я вас прикрою. Пойдемте. Нет, нет, мне надо к собранию подготовить. Павел Сергеевич, вы мне книгу обещали. Да-да-да, я занесу. Идемте. Все. Вот, послушайте. Я хотела с вами обсудить. У Ленина в философских тетрадях. Не голое отрицание, не зряшное отрицание, не скептическое отрицание, колебание, сомнение характерно и, несомненно, существенно в диалектике, которое, несомненно, содержит в себе элемент отрицания. И при том, как важнейший свой элемент, отрицание как момент связи, как момент развития с удержанием положительного. Вы понимаете, какая глубокая мысль? Юлия Дмитриевна, скажите, а вам правда это интересно? Конечно. А вам нет? Я хочу с вами быть честным. Мне это совершенно не интересно. Я понимаю, что мое высказывание вызовет вас ужасом. Более того, вам это тоже не интересно. Вы ошибаетесь. Юлия Дмитриевна, давайте сбежим. В кино. Нет, я не могу. Решайтесь. Извините, нет. Недостатки у человека как бы являются продолжением его достоинств. Но если достоинства продолжаются больше, чем надо, обнаруживаться не тогда, когда надо, и не там, где надо, то они являются недостатками. И вот невесту молодую ведут на брачную постель. Огни погасли, и ночную лампаду зажигает Леля. Свершились милые надежды, Любви готовятся дары. Читай, читай. Свершились милые надежды, Любви готовятся дары, Падут ревнивые одежды на цереградские ковры. Вы слышите влюбленный шепот, И поцелуй в сладкий звук, И прерывающийся ропот последней робости Супруг в восторге чувствует заранее. Кто там? Данилов. Я опоздал. Дань, ты чего? Я же отменила репетицию. Ты же мокрый. Иди сюда. Снимай куртку. Снимай куртку. Снимай куртку. Сейчас будем чай пить. Снимай куртку. Ну пей, согревайся Ты знаешь, как погиб Титаник? Нет Титаник Титаник был Титаник был огромным кораблем Самый большой и самый современный У него на борту можно было увидеть очень много знаменитых людей И богатых Юлия Дмитриевна, в чем дело? Где все? Через полчаса отправка Они скоро вернутся Я не могу его больше прятать Вы Вы Только вы можете повлиять на будущее Спасибо, что я не хочу От света От света От света От света Свет Всем сотрудникам Санитарного поезда номер 344 Срочно покинут здание кинотеатра За вас задержали отправку состава Идем Извините, сейчас продолжат Иван Егорыч, вы понимаете Я вам не Иван Егорыч Я комиссар поезда И я вам обещаю крупные неприятности Идите Крупные неприятности Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 хорошо спасибо знаете я в курсе уже я в курсе надо него как-то подействовать а то ну что вы полагаете что я на него имею влияние конечно он вас очень уважаю июль дмитриевна давайте не будем николай викентьич мы вас очень любим и ценим если себе и позволяла что-то то это в запале сгоряча поверьте я не со зла хорошо хорошо я попробую только вы не понимаете если данилов что-то решил я уже ничего не смогу сделать нет это вы не понимаете вы все можете в связи с самовольной отлучкой части персонала наш поезд будет ждать коридор еще сутки это значит что раненые приготовленные к отправке сгнонными ранами переломами невыносимой болью будут ждать нашей помощи еще сорок восемь часов минимум я не буду в этом разбираться этим займется наш с вами начальство я подам рапорт которым назову вещи своими именами иван егорч я с вами абсолютно согласна наше опоздание к раненым недопустимо скажу еще я знала про этот поход и никого не остановила поэтому как на коммунисте и парторге вся вина на мне вы ошибаетесь если считаете что ваше заступничество что-то изменит знаете я понял одну вещь важная на войне есть нужные люди и совершенно ненужные середины нет разойдись николай векенович вы приказ 227 знаете ни шагу назад здесь тоже фронт почему мы здесь развели курорт чем мы лучше милосердие вам такое слово знакомо извините я устал хочу спать милосердие вы обязательно попробуйте попробуйте милосердие 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здрасьте! 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 Тридцать пятка... Сороковка... Тридцать пятка... Спорим? Сороковка... Ну что, комиссар, пойдёшь ко мне в ученики или побаиваешься? Тебя, что ли? Ну, бери инструмент! Здрасьте! Поздодёр есть? Ну-ка, держи Иван Егорычева. Гвозди нужны? Ребят, товарищи! Я нашёл! Нашёл! Там цистерна, цистерна, цистерна! Стоит, её подлотать нужно для воды! Эй! Ну, пожалуйста! Куда вы быстрее! Городникову не мешает! Возьмите могу помочь! Зима Андреевич! Ну, посмотри! Эта штрага всё налетово! Отойдёшь? Миша, вот-вот-вот-вот, держи-держи-держи. Дядечка, дядечка. Что? Что? Тихо, дядечка, не волнуйтесь, у вас кровь. Дядечень, зови их, там дядька кровит. Что неси за некой голубчик, добрый молодец идёт. Значит, ты сама сделала перевязку. Я в школе самая лучшая санитарка была. Показывали. Я дам на тебя приказ. Ты молодец. А как она здесь оказалась? Товарищ Данилов, я всё равно из детдома сбегу. Я вас предупреждаю. Так. Что это ты тут варишь? Столярный клей для дяди Саши. Раненого после перевязки одеть сможешь? Смогу. Ну, надо осторожно, чтобы не больно было. И быстро, потому что другие ждут. Я смогу быстро. Ох ты какая. Руки. Руки. Береги. Это автоклав. Здесь стерилизуют инструменты. А это, это биксы. Здесь хранят стерильные инструменты. Биксы. А это операционный стол. Здесь должен быть порядок и всё должно быть стерильно. Руками не трогать. Руки – это собиратели и разносчики инфекции. А инфекция – это зараза. Сами трогаете. Это лоток. Сюда мы и бросаем использованные инструменты. Молоток. Это питьевая вода. Кружки. А теперь повтори. Пикс. Питьевая вода. Кружки. Автоклав. Операционный стол. Лотки. Инфекция – это? Зараза. Молодец, Василиса. Ну всё, на сегодня хватит. Завтра приходи. Ученица. У вас много времени. Мы должны учить молодёжь. Удивительно способная девочка. Если ею хорошо заняться, из неё будет толк. Взялись бы лучше за меня. Я смышлёный. Опять шутите? Нет. Раненых привезли. Наконец-то. Простите. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Николутик, ты сам идти можешь? Вот иди. Вот второй лагон. Куда иди. Что здесь происходит? Так, его в тяжёлую. В операционную. Ребята! А книги в поезде есть? Читайте. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ампутация. Делаем местную анестезию, это гораздо безопаснее. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Это риск. Полного обезболивания не будет. Простите. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Если придёт в сознание, может умереть от шока. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, это вопрос умения. Вот именно. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Юля Дмитриевна, я... Я понимаю вашу иронию. Да, я терапевт. Но, всё-таки, кое-что я знаю. Профессор Скудеревский... Да бросьте вы с вашим профессором! Ну что вы как... Как чеховская душечка, честное слово. Я... Душечка? Так, я начальник поезда. Ответственность за это решение я беру на себя. А-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а! А-а-а-а-а-а-а! Так. Пить. Всем пить. Пейте, пейте. Пейте, товарищи бойцы. Вода кипяченая, без микробов. Пейте, пейте. Всем пить. Вы не волнуйтесь, всех примут, всех осмотрят. Пейте, пейте. Тебя как зовут? Василиса зовите. Можно Петровной. Василиса Петровна, а там много врачей принимает? Двое. Мужчина и женщина. Лучше к женщинам. Ну давай пойдем, свечусь. Давай, давай. А, не могу, больно. Рука, сюда. Все хорошо. Не надо так, не надо. Вы... Всем тяжело, не только вам. Дайте мне руку. Не могу больше. Не надо так, не надо. Вы здесь не один. Все устали. Ольга Михайлович, закончите без меня. Хорошо. Ребята, давайте мне следующего. Как зовут? Николай. Колька, на меня смотри. Смотри на меня, на меня смотри. Слышь? Все хорошо будет. Все хорошо будет. Дыши. Все будет хорошо. На. Сам. Так, выпросили книгу. Спасибо. Вербицкая, ключи счастья. Любви, доля безумия. Безумий, доля разума. Ридрих Ницше. Ницше не женский писатель, правда? А надо мной все смеются. Думают, что я всякую ерунду читаю. Любви, доля безумия. Об безумии, доля разума. Тоже неплохо. Вы знаете, я в своей жизни встречал много безумцев, которые производили. Очень разумное впечатление. Наоборот, в разумности есть что-то страшное, пугающее. Взять хотя бы немцев. Они ужасно разумны. В их системе есть что-то страшно холодное. Пугающе симметричное. Эдакий упорядоченный ад. Извините, я вас отвлек. Да. Крамин. Слышь, Крамин. Вот бы мне твои мозги. Умеешь ты бабам зубы заговаривать. А ты заметил, как она на тебя глядит? У меня зрение слабое. Минус пять. Тихо, 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 тихо. Ну, что ты испугалась? Смотри. Мой руки. Мыло возьми. Будешь учиться в училище. Будете работать в морге. Привыкай. Мой руки. Все должно быть стерильно. Руки должны быть чистыми. Давай, давай. Дыши, 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 дыши. Доктор. У меня болит сильно. Я не доктор. Ждите. Так. Шприцы. Помнишь? Давай. Ну, так-то уж не надо. Там терпели, а здесь не можете? Здесь страшнее. А кто вам сегодня перевязку делал? Павел Сергеевич. У вас такие ручки ласковые. Даже боли не чувствуется. Не то, что этот. Ну, что, доигралась? Пошла вон отсюда. Что смотришь, я сказала, пошла вон отсюда. Не доросла еще. Врачи тоже иногда устают. Настоящая палецкая живопись пишется по тем же канонам, что и икона. Это фигурки разного размера. Обратная перспектива. Это нагромождение символов. Все это палех. Если бы вы видели, какой у меня фарфор, будете у меня в гостях, обязательно вам покажу свою коллекцию. Павел Сергеевич. Да. Я хотела вам сказать. Только вы не обижайтесь. Да. Да. Вы когда перевязки делаете, смотрите внимательнее. Вы сегодня пранят, тампончик оставили. Почему вы думаете, что это я? Это были вы, раненый, сказал. А там необходим был дренаж. Вы, если чего не знаете, спрашивайте меня, я подскажу. Юлия Дмитриевна, вы же тоже иногда ошибаетесь. Спасибо. Что такое? Что? Девочки, спасибо. Ну что? Устала. Васька шприц разбила, я ее выгнала. Теперь, наверное, не придет. Характер. Я становлюсь старой девой. Да? Нет. Вы... Нет. Девочки, сделайте чаю, пожалуйста. Что там? Опять овсянка? А мясо есть? Мясо второй недели не получаю. А что ногу мою? Выбросили уже? Сварили бы наваристого борща. Товарищ Глушков, вам надо есть. Знаете, сколько в этой каше калорий? О, кушай калории. Товарищи, как самочувствие? Отлично. Кушаем овсянку. Превращаемся в лошадок. Есть нужно. Спать нужно. Жить надо. Две ноги. Так веселее. Ты как понимаешь, где ты побывал? Побывал. Побывал. А ты? Побывал? Удыхайте, товарищи. Поправляйтесь. Что умирать? Спасибо. Остался жив. Это большая удача. Ах, прошу прощения. Но я вижу, человек для войны не очень приспособленный. Специальность у вас какая-нибудь особенная. Слышишь? Ты сам-то зачем-то пошел? Видите ли, я очень состоятельный человек. Я главным образом ходил защищать свое богатство. Николай Викентьевич, на супругову есть жалобы. Что такое? Николай Викентьевич, на супругову есть жалобы. Небрежен, грубит раненым. Ну, раненые бывают капризными. Я считаю, нужно поставить вопрос на собрание. Иван Игоревич, вы делаете все, что считаете нужным. Что с вами? Пять месяцев нет писем. Иван Горчич, отпустите меня. Я в Ленинград хочу поехать. Пожалуйста. Как это я могу вас отпустить? Во время рейса? Ну, поймите, я разбит совершенно. Я целыми днями только о своих думаю. Я ночью не сплю. Всего неделя. Я только туда и обратил. Николай Викентьевич, многие хотели бы повидаться со своими родными. У Кати Голиковой, мать, в Белоруссии, в оккупации. Вестей нет. У Лены Огородниковой, муж. Давайте сейчас все разойдемся. Пожалуйста, пожалуйста. Я, я, простите, я, я все понимаю. Я понимаю, что это, это молодуша. Николай Викентьевич, Николай Викентьевич, слабость придает силы. Это же ваши слова. Страх. Вот. Так докажите это на деле. А мы посылку хорошую соберем. Я уже отправлял, ответа не было. Значит, вышлем такую, которая обязательно дойдет. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Простите меня. Ничего, ничего. Я что-то... У меня что-то померкло. Уничтожено 35 самолетов противника. Наши потери 5 самолетов. Такова ситуация на фронте, товарищи. Переходим к организационным вопросам. Пожалуйста. Консервированная кровь, которую мы получили, не годится. Нужны доноры. Кто может сдать кровь? Хорошо. Осталось два вопроса. Первое. На одного из наших сотрудников поступают жалобы от раненых. Я считаю, что небрежность и грубость по отношению к ним, особенно в нынешней ситуации, должны быть уничтожены и забыты, Павел Сергеевич. Да-да-да, речь идет о вас. Это неожиданно. А позвольте узнать фамилию. Кто? Кому я грубил, коллеги? Кто видел? Что? Вы что, всерьез считаете, что показания раненых можно воспринимать? Эти люди не отвечают за свои слова. Их состояние, мягко сказать, специфическое. Они долго ждали отправки из госпиталя. Тряслись в машине. Их врач вообще сбежал. Естественно, что они считают нас всех врагами. Но на других они не жалуются. Вот, значит, как коллеги. Лечишь, лечишь людей. Ночами не спишь. Устаешь, как собака. И на тебе. Но если сигналы будут и впредь повторяться, я буду вынужден принять жесткие меры. Теперь второе. Все мы знаем положение в Ленинграде. У Николая Викентьича там семья. Есть предложение собрать посылку. Нет, не надо. Подождите. Не надо. Подождите только. Не надо, я прошу. У меня будет возможность ее отправить. Я уже дал распоряжение Соболю. Собрать кое-что. Но, думаю, этого будет недостаточно. А если бы каждый из нас пожертвовал один кусок сахара, кусок хлеба... Сядьте, Николай Викентьич, я не договорил. Сядьте. Пожалуйста, Иван Горькович. Сядьте. Я не договорил. Вот. То мы смогли бы прибавить к посылке существенную часть. Разумеется, это добровольно. Скоро мы пополним запасы продовольствия. Так что ваши жертвы будут недолговременны. Друзья, товарищи, дорогие мои. Николай Викентьич. Я вас уверяю, это не нужно. Почему не нужно? Мы же все свои. Мы все понимаем. Семен Андреевич. Семен Андреевич. Сюда нельзя. Даже мне? Фаину Васильевну, вам можно везде. И даже, признаюсь, в моем сердце, ну, сюда нельзя. Вам что-то нужно? Нет. Ничего. Мне ничего не нужно. Я не для себя. Для доктора. Две банки тушенки. У вас ведь есть? Ну, так, доктор, доктор же, доктор, он, ну, маргарин, 800 грамм, пшенка, килограмм, сахар, килограмм сала, 300 грамм. Доктор, ну, у вас же есть НЗ. Я знаю. Правда? Я знаю. Ну, давайте рискнем. Грубо. Угу. Прямолинейно. Угу. Приятно. Одна сгущенка, одна... Семен. Две сгущенки. И тушенка. Я потом все сам вынесу. Хорошо. Идите, идите. Угу. Угу. Так. Фима, Катя. Сюда. Я не знаю, как это произошло, но там исчезло 10 банок сгущенки. Как это произошло? Я не знаю. Глаза смотри. И я не знаю. Но кто-то знает. И я знаю, что кто-то знает, что кто-то знает. Смешно, что у нас запали группы крови. Не смешно. Прекрасно. Я слышал, вы еще в финской вы воевали. Да. Значит, вы смелый человек. Бывают такие вещи. Я выросла в Энгельсе. Там в 20-е годы голод был. на улицах лежали трупы. И стояла такая тишина. Я с тех пор не люблю, когда тихо. У вас голова не кружится? Да, немного. А у вас? Немного. Я знаю, вам кажется, что я дура. Просто вы в жизни радостный человек. И очень обаятельная женщина. Всю мою жизнь мне нравятся серьезные мужчины. Но у меня с ним ничего не получается. Чтобы понравиться таким, как вы, нужно вести себя как-то иначе. Как вы посоветуете? Никогда никому ничего не советовал. Какая у вас жена? Она очень привлекательная женщина. Наложе меня на 20 лет. Теперь вряд ли ей будет интересно со стариком-инвалидом. Вспомнил совет. Я довольно часто забываю, всегда это кончается плохо. Никогда не предавайте саму себя. Никогда. Еда. Данилов. Данилов, Ваня. Танюха. А я тебя сразу узнала. Ах ты, Иван Царевич. Как Ленька? Умер Ленька. Убили. Похоронку получили месяц назад. Да ладно, отплакали. А ты зачем тут? Танюша. Нет, Вань, не могу. Знаешь, меня сколько людей просят? Их проверяют, он не может. Танька, я же не для себя. Это очень хороший человек. Он просто с ума сходит. Полгода писем нет из дома. Таня. Да хорошо. Ну хорошо, ради тебя. Спасибо. Таня, еще вот какая просьба. У тебя есть списанные книжки? Так, чтобы не возвращать. У нас один книгочей, он их не читает, он их ест. Бывает. Бывает. А знаешь, а мне Фаина письмо написала на фронте. Ой, какая хорошая женщина. Я даже не представляю, что бы я сейчас делала без нее. И кем бы была. Но надо же, бывают же такие люди, да? Удивительно. Да, бывают. Так ведь она же здесь была. Спрашивала про тебя. Она же с мужем-то развелась. Не знал. Может, чайку? Таня, времени нет. Лучше книжки. Ну хорошо, ладно. Ты здесь подожди. Да, по-наюту. Поехали. Рисуем. Поехали. Пока. Поехали. Поехали. Пока. Иван Игоревич, а я вот маме письмо отправил тоже. Книгу, кстати, купил. По случаю очень редкую на рынке. Поздравляю. Иван Игоревич, я вот все мучаюсь. За что вы меня не любите? Неводходящее слово для наших взаимоотношений. Я поставлен следить за порядком. Если кто-то его нарушает, подвергается дисциплинарному взысканию. Я стараюсь. Честное слово, я стараюсь. У меня, может, много не получается, но поверьте, я стараюсь. Если бы вы старались, то поступали бы по-другому. Вы что, думаете, никто ничего не видит, да? Не надо, Павел Сергеевич. Вам наплевать на всех и на все. Ну, кроме этого, книгу новую купили. И опять ее никому не дадите. За что вас любить? История майинского фарфора. Кто ее будет читать, кроме меня? Да дело даже не в книге. Вы халатно относитесь к раненым. Если вдруг нужна помощь, вас нет. Может, вы просто плохой врач? Обратитесь к Юлии Дмитриевне, она прекрасный специалист. А эти ваши личные амбиции только мешают делу. А у вас, значит, амбиций нет. Вы ничего не хотите. Я хочу, чтобы люди, глядя на мою работу, сказали, это сделано хорошо. А я хочу домой. Вся эта грязь, антисанитария, отсутствие элементарных удобств. Все это меня угнетает. Я человек привычки, это так. Я не военный человек, я в этом не виноват. Так может, раненые виноваты? В том, что вам не нравится грязь. Павел Сергеевич, война. Никто себе не принадлежит. Я понимаю. Да, я понимаю. Я буду стараться. Картосочка виловато. Виловато. Саранька пересушена. Что тут у нас? Редисочка. Не, не, не. Кролик, кролик, купите кролика, недорого. 10 рублей. Слеженькая, да? Не надо, не надо, спасибо. На, посмотри, что ты мне даешь. А вот, Иван Игоревич, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Они у вас не больные? Здоровые. Так, Иван Игоревич, здоровочку, пожалуйста. Так, 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 так. Поросяточки у нас, да? Какие хорошенькие. Да, какие хорошенькие. А что это они у нас такие тихие? Дети войны. А требятишек родных отнимали, чтобы прокормить. Ну, это понятно, это понятно. Пол цены и забирают сразу всех. Не, не, не. Всех сразу. Ты можешь, что пол цены вообще бесплатно отдать? Ну, да, понятно, понятно. Давай добавлю. Иван Игоревич, подожди. Время не может. Секунду. Да ты посмотри. Посмотри какой. Тихие? Нет, не тихие. Этот не тихий, да. Этот не тихий, этот не тихий. И этот не тихий, да. Тебя как зовут? Раиса. Раечка, заболцанул сразу всех. Не, 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 уговора не было. Раиса, тебя мужчина просит. Что ж ты, а? Раечка, сразу всех и ты идешь домой. Все. Раечка, ты не тихий, а? Раечка, ты не тихий. Десять банок сгущенки. Придется постараться. Хорошо, я поняла. Иди во двор, Раиса. Ну, черт с собой, забирай. Спасибо большое. Спокойно. Ну, вот этого давай. Держи. Откуда у него сгущенка? Категорически запрещено кормить соленым. Кормить, чтобы всегда оставалось. Кормить желательно вареным. Всегда иметь в наличии чистую воду. И сбегать сквозняков. А я говорил, у меня сердце кровью обливается, когда я думаю о помоях, об отходах пищеблока. Мы выбрасываем под откос бездну добра и очистки, и ведра с объедками. Теперь свиней будем кормить. Но это я к тому, что хорошо. Такие хорошенькие, только худые какие-то. Да, стройные поросята. А вот этот на Протасова похож. Констрицын, ты ведь из деревни? Да. Вот под твою ответственность. Дайте ему инструкцию. Их с соской кормить надо. Из бутылочки. Товарищ комиссар, мы так не договаривались. Все не обсуждается, это приказ. Ты же понимаешь всю важность хорошего питания для наших бойцов. А те, кто будут смеяться, будут тебе помогать. Товарищ Данилов. Майор Соколянский. Главное транспортное управление НКВД. А это главное санитарное управление. Майор Антонов, лейтенант Вахненко. Мы хотели бы осмотреть ваш поезд. Соберите весь технический и медицинский персонал. Ну и приготовьте документы. Все, что необходимо для отчета. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ширий шаг! Не растягиваемся! Подтянись, подтянись! Если вы хотите чего-то особенного, то вы скажите. Остановим поезд, пойдем на рынок, купим, приготовим вам что-нибудь эдакое. Вы что не понимаете, что пока я вас уговариваю, меня люди ждут? Я не прошу меня уговаривать. Вы же моряк! Возьмите себя в руки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ майор! Как дела? Как самочувствие? Отлично! Просьбы, жалобы есть? Какие жалобы, товарищ майор? Товарищ майор! Да? Разрешите вопрос? Разрешаю. Почему безногих на флот не берут? Я понимаю ваше состояние. Товарищи, ваша задача сейчас восстановиться. Выздоравливайте. Это приказ. Лужков, ты молчать умеешь? Да ладно, ребята, он же у нас один без ноги. Возятся с ним, как с бабой. А ну-ка замолчали все. Молчим? Я море не видела никогда. Молодая еще. Увидишь. Вот тоже не старая. У меня сестру тоже Лену зовут. Сестра, воды! Ты зачем орешь? Пить хочу. Я думала, умираешь. Внимания ему не хватает. Обидно, мальцу? Я вам не малец. Сейчас принесу. Ты только не ори. Хорошая девушка. Был бы помоложе, женился бы. Но она замужем. Да какой замужем? Так просто жили. Больше года пищем нет. Давай не робей. Так ничего. Двух банок не хватает. Чего? Сгущенка. Двух банок не хватает. Двух? Так это же мы доктору на посыл. Товарищ Данил, через 15 минут соберемся. Пересчитывай еще раз. Чай. Отлично. Постойте, пожалуйста. Что вы можете сказать о своем начальстве? Жалобы есть? Да нет, все хорошо. Так, товарищ Данилов строгий, но... вы лучше других спросите. Спасибо, идите. Состав ремонтировали своими силами? Мы... Материал где брали? Мы разобрали разрушенный деревянный склад. А цистерну эту мы в лесу нашли, она вся дырявая была, мы ее сами запаяли. и... Понятно. Так, следующее у нас. Согласно санитарно-гигиеническим нормам, содержание животных в санитарном поезде запрещено. И вам это известно, Николай Викторович Белов. Да, видите ли, раненым категорически не хватает белка. Рацион нам известен. Понимаете, мы очень хорошо знаем важность гигиены в поезде. Там... Дело в том, что у нас вагон, где содержатся животные, они напрямую не сообщаются с вагоном, где раненые. Понятно. Но категорически белка не хватает. Давайте вот что сделаем. Я в отчете указывать не буду. И фермы вашей я не видел. Вопрос. Почему вы используете детский труд? Это вы про Ваську? Мы хотели ее отправить. Да. Мы ее хотели отправить, а она ни в какую горь, но все равно сбегу. Ребенку 13 лет. Она учиться должна. А не болтаться среди искалеченных мужиков. отправить в детское учреждение. Это приказ. Так, поехали. Ну что, спасибо. До встречи. Откуда сгущенка, а? Глаза смотри. Там ведь половины не было. Да не знаю, я говорю же. Посчитали тогда плохо. А на рынке что делала? ВСКОНУЮЩАЯ МУЗЫКА Говорила мне мама, все что угодно, все что угодно, только никакой материальной ответственности. Черт меня дернул, это торговая. Иди. Ниночка, разреши я попрощаюсь со своими попутчиками? До свидания. Спасибо вам. До свидания. До свидания. А Фаина Васильевна занята? Она на перевязке. Она вам просила передать. Передавайте спасибо. Можно вас? У него очень низкий гемоглобин. По возможности мясо, гречку. Я там список лекарств написал. Товарищ моряк. Индивидуальный обед специально для вас. Товарищ моряк. Индивидуальный обед специально для вас. Товарищ моряк... Товарищ моряк... Саша... Давай, может, пополам? Хорошо. Я собрал. Лена эта, не сестра, невеста моя, сейчас у другого пойдет. Ничего, будет другая еще лучше. Я на баяне играл, ее раздражало, а мне нравится баян, горит не модно. А теперь я прикинь, еще и без ноги. Мне баян тоже нравится. В детском доме зарядку под него делали. Товарищ Клушков, вы красивый. Вас девушки знаете, как любить будут. А у тебя муж красивый? Очень. Сейчас. Придут так семь, восемь. Вот тебе. Хотел на день рождения? Это мне. Так, уголки. Размер испугающий. Суйте. Суйте. Сам. Академия. Здравствуйте. Здравствуйте. Стойте. Ой-ой-ой. Тойте. Так. Мне просто платьев никто не дарил. Я уже думала, не подарит никто. Сестру позови! Клужков, дурак! Упадешь, позови сестру! Товарищ Клужков, вы что, вам нельзя вернитесь? Уйди! Давайте я вам помогу. Хитрый мужик. Да нормально, как мужику. Я сам. Да я не смотрю, я просто держу. Саша. Ты что? Ты хоть понимаешь, что я больше никогда не вижу моря? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Подожди. Так нельзя, нет? Нельзя, нельзя, нельзя. Подожди. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сестра! Сестра! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Слышь, а меня-то тоже поцелуй. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эй, ты чего? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 ТРЕВОЖНАЯ? 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 товарищи по результатам проверки наш поезд признан одним из самых лучших всем объявляется благодарность и майор просил меня не тянуть со списками на награды и еще и еще одна новость василиса иди сюда садитесь товарищи иди сюда василиса петровна скоро нас покинет есть приказ передать тебя в детское учреждение а у нас городе один из лучших детских домов да лена я лично знаю директора хороший мужик детьми занимается вот вот лена огородникова и отвезет заодно заберет почту да да вот вот все товарищи спасибо разойтись что не надо Поехали! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Саша. Я уезжаю. Дня на три. Вы тут кушайте хотя бы без меня. Лео. Ты прости меня. Я сама виновата. Я ведь только его люблю. Ты мужу передай, что ему с тобой очень повезло. Ну, что вы. Это мне с ним повезло. Я даже не знаю, за что мне такое. Вы отдыхайте. И главное, кушайте. ИНТРИГУЮЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЮЩАЯ МУЗЫКА Друзья мои, польза ли слова воздуха просто неоценима. Осторожно, Фаина Васильевна. Фитонциды! Фитонциды! Павел Сергеевич! Повторите, пожалуйста. Я записываю. Фитонциды! Пuitонциды! Дышите глубже! В микрофлора, сосновы и узнав herules... Съедобный грипп, между прочим. Практически стерильно Давайте перейдем в чащу на нашу операционку. Аня Людмитовна. Юрий Дмитрович. Юрий Дмитрович, я к вам по партийным вопросам. Мухина, Клава которая, она, извините меня за подробности, под лямкой на лифчике крестик носит. Я ее приперла к стенке и говорю, ты что, в Бога веришь? Она говорит, да, верю. Я ей говорю, ты понимаешь, что в наше время это позор, в Бога верить. А она, представляете, мне говорит, в наше время позор, в Бога не верить. Как глупо, что многие люди не понимают очевидных вещей. Вот именно. Это? Ну, не боровичок. Колпак корчатый. Угу. Юлия Дмитровна. Пался. Да. Юлия Дмитровна. Фаина усилена. Юлия Дмитровна, подождите. Юлия Дмитровна. Ой, да. Куда же вы бежали, Юлия Дмитровна? Надышалась кислородом. Голова закружилась. Какая красота, посмотрите, какая красота вокруг. Мы воюем, убиваем друг друга. Мне кажется, если каждый человек хоть раз в жизни увидел такой лес, не было бы этих воин, всего этого безобразия. Гитлер тоже когда-то был художником. Плохим художником. Плохим, Юлия Дмитровна. Все-таки у Павла Сергеевича удивительное явление. Сорокалетний холостяк. В наше время большая редкость. У вас есть невеста. Ну, я же не мальчик. Отвечайте на вопрос. Я был женат. Был женат. Фаина, это очень личный вопрос. Да. Почему же? Мы же не совсем чужие друг другу люди. Вот. Ее звали Зина. Зина? Когда мы познакомились, на ней были такие смешные сандалики с подвязочками. Когда она шагала, они издавали такое. Такой звук. Как хочется, чтобы рядом с ним были такие смешные сандалики. Чтобы с тобой был человек, который бы тебя понимал. Да. Я бы этого хотелось. Правда, я бы видна. Пойду прогуляюсь. Жизнь радостная особа. Считает себя неотразимой. Полина Васильевна действительно очень привлекательная женщина. Да, только для мужчины этого недостаточно. Я плохо знаю мужчин. Вы знаете, что меня удручает на этой войне? Отсутствие красоты. Вся эта наша жизнь в такой действительности очень некрасиво, безобразно. Как кривое зеркало. А мне нравится на войне. Здесь все правдиво. По-настоящему. Мы все такие, как есть. Наверное, каким я должен казаться для вас ничтожеством? Вы просто невоенный человек. Это неплохо. У вас тонкая душевная организация. Павел Сергеевич, я вас очень уважаю. Юлечка Дмитриевна. Вы даже не представляете, как я хочу, чтобы у вас все сложилось. Поэтому вы так отчаянно кокетничали. Нацепили на себя эту дурацкую косынку. Просто позлить вас хотела. Но чтобы вы стали хоть немного активнее. Понимаете? Перестаньте. Думаете, я ничего не вижу. Думаете, я не знаю, что обо мне говорят. Все в жизни несправедливо. Я хочу быть счастливой. Я могу иметь детей. Вы самая хорошая. Самая прекрасная в этом поезде. Я просто медицинская сестра. Просто друг, соратник и коллега. Мне нужно серьезно поговорить. Все хорошо? Все хорошо? Юлия Дмитриевна. Юлия. Вы самая красивая женщина на свете. Вы себя не жалеете. Вы себя не любите. Вы себе не нравитесь. Если бы вы видели, как вы работаете, как вы разговариваете, я любуюсь вами. Я слишком вас люблю, уважаю, не здесь, не сейчас. Извините, пожалуйста, клячь, можно? Это тебе письмо от меня, подарок. Всего за десять копеек вы узнаете свою судьбу. Всего за десять копеек вы узнаете свою судьбу. Лен, давай. Судьба за десять копеек. Шабман. Нет, у нас женщина одна так ради смеха взяла, у нее сын вечером вернулся. Всего за десять копеек. Ну, на. Скоро тебе будет огромное счастье, но до этого будь начеку. Значит, дедом и правда будет хороший. Ладно, я тоже тогда попробую. Берегись цвета карих глаз. Чушь какая-то. Спасибо, дядечка, не болейте. Лена! Всего за десять копеек вы узнаете свою судьбу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Уехали на летнюю базу. Это далеко. Можем не доехать. Доедем, доедем. Я Данилову обещала. Только ко мне сначала зайдем. И к жене Данилова. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Мой папка тоже курил. Дымил так, что мама ругалась. А мне нравилось. И занавески у нас такие же были. Ты не бойся. Данилов говорит, он нормальный детдом. Ну, просто все же от тебя зависит. Надо сразу поставить себя. Скажут тебе, застели он постель мою, а ты не соглашайся. Что один раз согласишься, потом всю жизнь у них шестерить будешь. А если тебе кто к тебе лезть будет, сразу морду давай. Я всегда так делала. Меня знаешь, как уважали. Девочки, я вам там чайник поставила. Правда, дома хоть шаром покати. К чаю ничего нет. Ничего, ничего. У нас есть. Проходите. Дров нет. Керосина нет. Мыла нет. Нита, чтобы зашить. Нет. Лимит на электричество вбили. Правда, к первом маю по карточкам конфеты вбили. Так пришел мой внук и все заглотнул. Одни фантики остались. Я ему говорю, Леша, Алексей, да разве так можно? Леша, ты бы хоть старенькой бабушке одну конфеточку к чаю оставил. Я говорю, Леша, ведь ты пионер. Ты же красный галстук носишь. А вы не слышали, в детдоме хорошо кормят? Где как? Спит. Ну, я на надомнице работаю, шинели на армию шью. Все-таки карточка рабочая. Спасибо. Я Ванюшу не хочу отдавать в садик, там плохо кормят. А так на дом возьму работу и карточку рабочую дают опять же. Я еще чаю хочу. Спасибо. Девочки, передайте ему. Нам ничего не надо, мы сыты. Ваня сыт. Да. Ну, как он? Здоров? Ничего, здоров. Ну, может, он вам передавал, что слышно. Когда закончится? Что? Война. А, я не знаю. Когда карточки только вели, я так растерялась, я думала, как нам с Ванюшей жить. Огород помогал. Я картошку продам, молоко куплю. Теперь рабочая карточка. И хорошо. Ну, а родня в деревне помогает, сметану привозит. Я для Ванюши масло бью. Меркулов помогает. Нынешний начальник Треста. Дрова привез весной. Еще обещает. Так что передайте ему, все хорошо. Мы на фронт теперь не ездим. Все время в тылу. Он вам, наверное, Иван Егорыч писал. Да нет. Никогда занят. Значит, не бомбят вас? Да вы не бойтесь. Спасибо большое. Мы, наверное, пойдем. Жена у него добрая, конечно, но неинтересная. Странно. Почему он не сказал ей, что мы в тылу? Она думает, что мы на фронте. Забыл, наверное. Ваня! Иван! Не отставайте меня. Иван! Иван! Время! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Вы не хотите обсуждать со мной важный вопрос? Я атеист, не волнуйтесь. А мой отец и мать верили в Бога. Но я никогда ничего плохого от них не видел и не слышал. Я считаю, что человек сам вправе выбирать, во что ему верить. Ну, знаете, так мы с вами далеко не уедем. Фашисты в Гитлера верят. Я вас правильно поняла. Вы предлагаете уважать их веру. Нет. Про фашистов я ничего не говорю. Но Клаву Мухину трогать не разрешаю. Иван Егорович, я потрясена. Я просто потрясена. Я даже не знаю, как на это реагировать. Никак не реагируйте. Просто идите спать. Завтра тяжелый день. Отдыхайте. Товарищ Данилов, вы ее не ругайте. Я вам все расскажу. Я ее еле довезла. Если бы не я, она бы под поезд бросилась. Лена! Я не для того добровольцем записывался на фронт, чтоб кур пасти. Девчата смеются. Да не могу я больше. Голубчик. Голубчик, да вы... Вы такое дело делаете для всех. Ну, кто над вами смеется? Я... Я со всеми с ними поговорю. Да не надо уже. Все уже. Николай Викторович, там Лена приехала. Так. Из Ленинграда. Письмо. Ну-ка. Вася! Дай письмо. Давайте. Васька! Пляшите. Пляшите. Дай письмо, быстро. Пляшите. Васька, я не умею пляшать. Как умеете. Вот. Давай. От Трифонова. Это мой друг. Уйдите. Уйдите! 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Каждый раз, как Вронский говорил с Анной, в глазах ей вспыхивал радостный плеск И улыбка счастья изгибала ее румяные губы Она как будто делала усилие над собой, чтобы не выказывать этих признаков радости Ты кого читаешь? Спрятаемся Лен О, найдешь себе еще А может найду? Иван Егорыч! Иван Егорыч! Иван Егорыч! Где Белов? Я была у него, он не открывает А где Юлия Дмитриевна? Иван Егорыч! Иван Егорыч! Иван Егорыч! Ну, что вы мне делать? Рапорт на вас написать? Как хотите. Пана, отдыхайте. Оночок! Страши! Людочка, беги сюда! Ванную, 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 ванную! Ванную, ванную хочу, ванную, ванную хочу! Руки убрал? Первый вон. Давай, давай, давай! Лёгкий вагон! В операционную, Клава, побольше физрастворов! Приготовьте кровь для переливания! Юрия Дмитриевна, приготовьте списки раненых! Хорошо, я приготовлю. А кто будет подписывать акт-ак приёмки? Я не имею права! Палцент есть! Сейчас зайдёте ко мне в купе! Подпишите акт-ак приёмки раненых! Я не имею права подписывать! Это обязанность только на пилот, понимаете? Я не могу! Я не могу, товарищ! Кто? Павел Сергеевич, тут нет для чего такого! Я не хочу за это отвечать! Павел Сергеевич, я не могу подписывать! Не могу сейчас! Павел Сергеевич, пожалуйста! Я врач, вы понимаете? Павел Сергеевич, я не могу! Поверьте мне! Я ничего не буду! Я всё лично прослышу! Я помогу, Павел Сергеевич! Хорошо? Хорошо? Хорошо! Перелом ключицы! У парня паховое ранение, сквозное. А написано, эвакуация пешком. Ну как пешком? Почему пешком? А врач, девушка, она говорит, это лёгкое ранение. Дуры! Вот-вот-вот! Как будто бы они знают, что лёгкое ранение, что нет. Извините, извините, Иван Егорыч, там никто ничего не может. Короче, на сколько человек готовит завтрак? Сейчас. Позвольте, я скажу. 149. Подождите. Так у меня же… Идите. Извините. Подождите. Там Белов, по-моему вообще перестал есть. Приготовьте что-нибудь посытнее. Отнесите. Пусть съест. Скажите это приказ. Идите, идите. Понял, понял. Извините. Так, ну вот, по-моему всё. Сейчас Павел Сергеевич подпишет. Да. Только должен вас предупредить, что я это подписывать не имею права. Ну, ну пожалуйста. Ну нарисуйте что-нибудь. Ну кто там будет вашу подпись разглядывать? Угу. Во всём должно быть правило. Ваша подпись. Благодарю. Благодарю вас. Спасибо. Надеюсь. Хорошо у вас. Ну, поеду. Надо ехать. Пока. Счастливо. А где Елена Дмитриевна? Она в перевязочном. Иван Егорыч. Я пошёл вам навстречу. Бедный доктор. Кстати, если нужно, то я могу временно исполнять обязанности доктора Белова. Я могу, конечно. Только хотелось, чтобы всё было официально. Нет, я не настаиваю. Но больше ничего подписывать не буду. Мы подумаем. Подумаем. Николай Викентьевич, покушайте. Соболь для вас приготовил. А помнишь, когда мы возвращались? После получения. На простой пролётке. Потому что денег на карету у нас нет. А потом я сняла. Еще там, в церкви. Сразу после крови. Сразу после крови. Сразу после крови. Сразу после крови. А потом он был. Я вообще еще в церкви сняла. Сразу после крови. Мечта. Более. Поехали. Сразу после крови. Нечта. Николай. 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 Клава, а почему, когда вы в вагонах дежурите, вы все время креститесь и какие-то молитвы читаете? Не хочу на вас давить, но мне кажется, это не совсем уместно. Вы меня понимаете? Читаете свои молитвы, но про себя? Зачем же агитацию разловить? Меня раненые просят. Вот, товарищ Данилов, у нас девушка в вагонах молитвы читает. Говорит, раненые просят. Идите, Клава. Опять мы с вами спорим, Иван Егорович. Вначале вы мне казались очень принципиальным человеком. Мне это даже импонировало. А теперь, где ваши принципы? А вы напишите, куда следует. Так, мол, и так, комиссар Данилов поощряет забуждение подчиненных. Я этим никогда не занималась. Знаю, не напишите. Вот что, нам, пока доктор болеет, нужен временно исполняющий обязанности начальника поезда. Я подумал, или наш хирург Барышев, или Пал Сергеевич. Как вы считаете, кто из них? Нет, Барышев нет. А супругов? Пал Сергеевич умный, интеллигентный. Правда, у него сложный характер. Но у кого в этом поезде он простой? У вас? У меня? Да, все мы сложные. Может, дать людям отдохнуть? Как вы считаете? Конечно. Все устали, впереди сложный рейс. Конечно, я думаю, это правильно. Спасибо вам большое. Илья, ты такая вредная, ну дай ваксу. Ваксу у тебя еще переводит, перед кем портить? Ну куда ты без проса? Тебе счетку для ребенка жалко. Ой, какая ты умная, а? Далеко пойдешь. У меня светлая голова, как Юля Дмитриевна сказала. Извините, на минутку, Юля. Пойдем в кино? Пойдем. Выбрал наш красавец. Долго выбирал. А тебе-то что? Ничего. Просто удивительно, как у некоторых людей все быстро заканчивается. Сначала рыдали в подушку, чуть с поезда не прыгнули, а потом раз, и все. Завидуешь? Я? Завидуешь. А что мне завидуют? У меня все в порядке, в отличие от некоторых. Я в нормальной семье росла. Не то, что у некоторых. Мать-алкоголичка. Мне театр больше нравится. Там как-то все по-настоящему. Согласен. Осторожнее. Тема, 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 Тема. А где же лужа? Ну, ничего. Все равно, все равно я понесу тебя. Я понесу тебя не так, как тогда, осторожно. Душевно. Но ведь дождь. Тогда был замечательный дождь. Да. Чертовский дождь хрестал. А что тогда сделала? Что ты тогда сделала? А я, дура, вырвалась от тебя и убежала. А вы тоже родную из актрис похожи. Ольга! Ерунда. Ольга, что прям еще сделала? Я лучше. Пойдем. Пойдем. Цветы. Давай, цветы. Еще. 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 Держи. Пожалуйста. А это вам. Пойдем. 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 Куда же, вали? Пойдем. Маша! У вас потрясающий вкус. Как меня зовут? Воина, а вас? Артемия Борисович. У меня красивые глаза. Я знаю. Не хотела бы я прогуляться после сеанса? Не судьба. Прекрасно. Потрясающе. Товарищ комиссар, нельзя этому прохиндить власть давать. Таких надо всю жизнь держать у параши. Если начальник болен, его обязанности берет на себя другой врач, следующий по званию. Барышев хороший мужик, но он не годится. Тогда встряхни Белова. Он что, один пострадавший? Тут в газете про одну бабу писали. Всю семью потеряла. Мужика и шестерых детей. Вопрос, что с женщиной? Про то в газете-то написали? Да в ваших газетах про то не пишут. Там все герои, там все планы выполняют, перевыполняют. А как сердце кровоточит у человека, как мертвецы во снах приходят, про то не пишут. Ты опять? Тебе вредно волноваться. Ты вот что, нагрузи доктора работой, пусть отлечется. Иван Игоревич, про наш пояс напечатали в газете. Вхожу в вагон перевязочную, не без трепета вхожу. Тут все блистает чистотой. Хирургическая медсестра старший лейтенант Разумовская Юдет строго стоит на страже чистоты и горе тому, кто посягнет на... Посягнет на стерильности этого священного места. Здесь возвращают людей к жизни. Здесь раненых превращают в выздоравливающих. Здесь смягчают боль и страдания. Ведь, как сказал товарищ Сталин, все силы народные должны быть брошены на борьбу с врагом. Каждый на своем месте должен работать для победы. И, мне кажется, в нашем коллективе каждый человек это понимает. И сердце мое наполнено радостью, гордостью за наших людей и уверенностью, что победа не за горами. Военврач третьего ранга ПС Супругов. Спасибо. Спасибо. Сей сюда. Павел Сергеевич. Да. Нехорошо. А что? Что нехорошо? Ну, ваша статья, конечно, приятная. И вы нас всех героями выставили. Но вы тут пишите мы. Мы думали. Мы придумали. Извините, я тут ничего не придумываю. Я просто веду состав. И остальные все здесь тоже ничего особенного не придумали. Давайте по-честному. Мы все прекрасно знаем, кто здесь придумывает. Это Данилов. Ящички для бойцов кто придумал? Вы? Я? Нет. Данилов подходит ко мне и говорит. Михаил Михайлович, давай организуем для бойцов нормальную жизнь. Не организовал. Дезинфекцию, прачечную, свинарник. Гулятник. Михаил Михайлович. Михаил Михайлович. Михаил Михайлович, прав. А вас сейчас кто, спрашивает? Спасибо товарищу Супругову за его статью. Забыл сказать. Вместо заболевшего доктора Белова, исполняющим обязанности начальника поезда, временно назначается военврач третьего ранга товарищ Супругов. Через 15 минут у вас обход Прошу всех быть на своих местах Вас, товарищ супругов, в первую очередь Да, да, конечно, да, я понимаю Иван Игоревич, Иван Игоревич Ну, я надеюсь, вы не обиделись Я не стал вас выделять, чтобы показать заслуги всего нашего коллектива Да ну что вы, никто не обиделся Жалко, только прибрали немного Лук мы только собираемся ворачивать Ну да, как говорится Не приврешь, не напишешь Зато будет стимул А лук мы все-таки посадим 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 Как самочувствие? Забрюшенная гематома над мочевым пузырем Какие меры приняты? Гематому опорожнили, катетер поставили Хотели использовать тампоны с мазью Вишневского, но я решила сначала посоветоваться с вами Да, надо использовать, хорошая мазь отлично себя зарекомендовала Так, кто дежурный в поезде? Я Почему одеяло порвано? Машенька испортилась, рвет Сами под такое ляжете? Поменяйте Хорошо Так, что здесь? Что у вас? Товарищ Натурин Товарищ военач Мне плохо Мне плохо А всем начать Мне вообще никто не приходит Так, военосель, а в чем дело? Что вы врете? Вот что вы врете? Я то и делаю к вам бегаю постоянно Кто бегает? Говорю, а мне плохо Плохо мне Мне жарко У меня голова кругом идет Подушка Я что? Успокойтесь Ванную хочу Ванную Так, сделайте ему обезболивающие Товарищи, успокойтесь Скоро вам будет лучше Лучше? Я ванную хочу Все Доволен? Полегчало? Пожаловалась? Нет Я ванную хочу Ванную хочу Люблю сладкое Вы ешьте печенье Это Мама прислала Павел Сергеевич Прекрасная статья И юмор, и серьезные вещи Читаются на одном дыхании Сегодня я выглядел нелепо так А вы не стесняйтесь Будьте посмелее Смелее? Посмелее Как бы я хотел быть Посмелее Вся моя жизнь Какая-то бессмысленная Борьба с самим собой Я ведь без отца рос Ну, грубо говоря Сам себя воспитывал Вы знаете, за что меня били Дворовые пацаны? За то, что у меня были Ботинки на деревянной подошве И пальто Из которого я вырос Однажды, раз и навсегда Мир всегда жесток К тем, кто не похож на других Да А в 15 лет я пошел на причал И попросился Грузчиком Вы грузчиком? Ну, а что? Во-первых, это мускулатура Ну, и, конечно, деньги А осенью уже были Новые пальто и брюки И больше меня никто не трогал Я им всем доказал А мама знала? Мама? Мама сказала Павлик, а откуда у тебя Такое красивое пальто? Ты, наверное, кого-то ограбил Тогда я понял для себя одну вещь Мне не со всеми людьми хочется быть Я одинокий Бывает, что приходишь домой И выйти хочется А как же мама? Мама Мама сама как ребенок Играет в плато Ходит в цирк Но мы с ней дружим Я думаю, что она единственный человек Который меня понимает Я вас обязательно с ней познакомлю Хорошо у вас Уютно Я думаю, такой порядок Могла создать только женщина У вас бумага есть? Спасибо, сядьте Так, смотрите, что я придумал Это моя квартира Здесь комната соседей Мамина моя Эргер Эргер Допустим Здесь будет зеленая лампа Здесь стеллажики Вот так вот Здесь полочка Когда ты входишь Ты видишь на полочке Сразу все стоит Стоит Допустим Допустим Ой, так Мы, кажется, прибываем Пойду, посмотрю, что там Лутохин Вы ешьте печенье? Ешьте Что? Доктор Вы что делаете-то, а? Пока вы тут валяетесь Вместо вас назначают Этого кретина супругого Может, хватит уже страдать? Лена Как вы разговариваете? А как с вами разговариваем? Доктор Белов болен Не тревожьте Николая Викентьича Доктор кушать перестал Доктор Мимо вашего купе Все на цыпочках проходят Что вы хотите? Противно Они умерли Но умерли как люди Лена Что с вами? Ничего Я просто Все про всех поняла Найдете себе Соню Новую И новую Лялю Я не обиделась Доктор Просыпайтесь Просыпайтесь Клава А Бог есть? Есть Привет передавай Тебя там Дмитриевна Зовет Срочно Дмитриевна Дмитриевна О Дмитриевна Там на втором вагоне О О О О О О И вот Там Третий вагон Строит Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok У Лены вашей фантазия богатая Она совсем обнаглела Скоро буду ставить вопрос на собрание Юль Дмитриевна! Девушка! Клава! Лена! Ты что? Лена! На помощь! Уйди! Держи ее! Помощь! Помогите! Держи! Держи ее! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Наши войска, наступающие западнее и юго-западнее Харькова, продвинулись на отдельных участках вперед от 4 до 7 километров и заняли ряд населенных пунктов, в том числе населенные пункты Ордынка, Ракитная, Малая Лиховка, Бахметьевка и железнодорожную станцию Борки. На смоленском направлении нашего войска вели наступательные бои по улучшению занимаемых позиций. Такова обстановка на фронте, товарищи. Всем спасибо, все свободны. Так, товарищи. Юлия Дмитриевна, у вас все в порядке? Да. Но набокаина не хватает. И стриптоцит заканчивается. Товарищи, если кому-то чего-то недостает, вы говорите заранее. У меня недавно была встреча с Абкововскими, и мне удалось договориться. Да. Позайдись. Да. Иван Егорыч, Павел Сергеевич подал заявление на вступление в партию. Я думаю, это не займет много времени. Почему вы так думаете? Мы тут все друг друга знаем. Это коммунистическая партия. И вступление в ее ряды должно проходить не абы как. А кто говорит, что это должно пройти формой? Отдыхайте, Юлия Дмитриевна. Так, Петр Савельевич. А что это за сыпь? От мухи, товарищ врач. Пока мы здесь лежим, они нас уже всех искусали. Вам нужно сделать ан… Фаина Васильевна, здесь нужен анализ крови. Доктор, делали уже. Это правда мухи. Так. А кашель был? Доктор. Есть, да. У нас все хорошо? Я вас не подвел? Да, все хорошо. Вы все достаточно грамотно сделали. Вы не волнуйтесь. Спасибо. Просто товарищ Данилов, он сомневается. Так, нужно… В изолятор. И при первой возможности рентген. Николай Евгеньевич, рентген у нас уже есть. Нужно срочный снимок и, пожалуйста, поторопитесь. Николай Евгеньевич, вы не волнуйтесь, там ничего нет. Так, хорошо. Так, дальше. Лутохи. Карту, карту. Карту. Так, Лутохи. Спокойно. Это я, Лутохи. Это я. Лутохи. Иван. Иван Иванович. Да. Так, на что вы жалуетесь? Нет. Мне же жарко, жарко. Лутохи, успокойтесь. Не жатьте, ну нет. Припадки были? Нет, нет. У него легкая контузия. Так, сейчас, ну-ка, закройте глаза. Закройте глаза. Так. Мне нужна ванна. Лутохи. У нас, у нас нет ванны. Душ, пожалуйста. Душ. Слушайте, на кой черт мне остался ваш душ? Я хочу нормально сесть в ванну и сидеть там. Лутохи, ведите себя прилично. Мы вас с поезда снимем. Вы понимаете? Я вас предупреждаю. Подождите. Ничего страшного. Голубчик, послушайте меня. Мы все терпим, а вы тоже потерпите. Давайте, мы с вами договоримся так. Мы сейчас вам организуем прохладный душ. Яржов, Чуркин, Зисков, просыпаемся. Обед. Товарищ Лутохин, товарищ Лутохин, просыпаемся. Товарищ Лутохин, товарищ Лутохин, товарищ Лутохин, Николай Викенович, там Лутохин умер. Пойдемте, 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 Николай Викенович. Думаю, инсульт. А говорили, ничего страшного. Иван Егорович, это медицина. При контузии такое бывает. У него зрачки плохо реагировали на свет, это я виноват. Николай Викенович, невозможно предусмотреть все. Доктор Супругов тоже не заметил симптомов. Да при чем здесь супругов, это я виноват. У него, вероятно, есть жена и дети. Теперь они остались сиротами. Из-за того, что старый никуда не годный врач не обратил внимание на реакцию зрачков. Из-за меня погиб солдат Лутохин Иван Миронович. Доктор, вы не лечили Лутохина? Помните, вы как-то сказали, что на войне есть люди очень нужные и совсем не нужные. Вот мне кажется, я становлюсь ненужным и бесполезным, даже вредным элементом. Вы мне нужны. Вы всем нужны. Знаете? Меня каждый день спрашивали, как ваше самочувствие. Когда вы вернетесь? Я знаю людей. Я знаю, как заставить их бояться, как заставить их слушаться. Но заставить их любить невозможно. Вы меня понимаете? «Я знаю людей». «Я знаю людей». «Я знаю людей». Продолжение следует... 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 КОНЕЦ А я всегда говорил, товарищи, если человек хочет, он делал. Вот у нас, например, на кухне тоже остается много пищевых отходов. Спасибо. Но о разведении скота как-то не догадался. Спасибо. Павел Сергеевич, блестящий, блестящий. Ну что вы, я только записываю, что есть на самом деле. Не скромничайте, Павел Сергеевич, мне нужен альбом ваших усовершенствований. Я через три недели в Москву расскажу о вас в главном санитарном управлении. Наглядно, так сказать. Сделаем, обязательно сделаем. Вот, кстати, наш начальник, доктор Белов. Спасибо. Слушаем, вас скоро переводят. Как переводят? Куда? Ну как куда? В стационарный госпиталь поближе к Ленинграду. А Павел Сергеевич, на ваше место. Подождите, я не хочу. Я не хочу. Война, дорогой, мы не спрашиваем, нас спрашиваем. Вот вы где, товарищи, там же уже обыскались, там начальство зают. Пойдемте скорее. Подождите, Иван Горьевич, вы знали, что меня переводят и назначают супругом? На чех-то, видимо. А что, коммунизм уже наступил? Видимо, в отдельно взятых местах. Товарищи, я надеюсь, что наши встречи будут проходить теперь регулярно, потому что опыт, полученный от общения с коллегами, я думаю, что со мной все согласятся, бесценен. Я предлагаю, товарищи, сейчас выпить за нашу скорую победу, за дорогого и горячо любимого товарища Сталина, за его военный гений. Ура, товарищи! Товарищ Милов, вы здесь? Да вот же он, я его приведу. Товарищи, разрешите в начале нашего собрания зачитать список награжденных. Орденом Трудового Красного Знамени награждается товарищ Иванцов, военврач третьего рамка, террор, поиск номер 203. Товарищ Симухина, младший военком, товарищ Громко, поиск номер 45. Товарищ Громко, начальник поиска, военврач первого рамка. Поздравляем. Спасибо. Ну, конечно, товарищ Супругов, военврач третьего рамка. Поздравляем. И весь коллектив Саидарного поезда номер 344 награждается орденом Трудового Красного Знамени. Ура! А вы все толку это, давай. А я так, за компанию зашел. Поздравляем. Я не понимаю этого презрительного отношения к интеллигенции. Знаете, чего не хватает нашему народу? Нормальной интеллигентности. Вот нелюбезность и хамство. Это наш бич. Но вот, вот куда не придешь, первый, кто тебя встречает, мрачный вахтер. А вот скажите на милость, почему он такой мрачный? А потому, что его начальник еще более мрачный человек. И вот все, от кухарки до партийного начальника, все смотрят на тебя с подозрением. Ну, а почему так, а? Почему? А потому, что в нашей стране улыбку нужно заслужить. Я не понимаю, на что вы намекаете. Не-не-не, я ни на что не намекаю, я просто предлагаю подумать. Нет, вы намекаете, намекаете. Я давно вас раскусил. Вы скрытый противник советской власти. Но сознаетесь. Или опять нормальная интеллигентность мешает? Хорошо, Иван Егорыч. Я буду с вами откровен, вы хотите? Давайте. Ваша власть, наша власть, она развращает людей. Она нарочно выдвигает ничтожество и серость, поощряя тех, кто не обладает никакими талантами. Вот человек с тремя классами образования приходит во власть и начинает употреблять свою власть садистским сладострасти. Ну, естественно, люди становятся подозрительными. Страх, насилие и доносы, вот она, ваша власть. А я знал людей. Они были большевики, коммунисты, но... ради других они положили свою жизнь. Знаете, я вот сейчас смотрю на звезды и думаю, неужели это все случайный набор химических элементов. И мы с вами случайная ветвь эволюции. Не, человек — это величайшее чудо, это тайна. Все в порядке? Да, все хорошо, товарищ комиссар. Ну-ка, дай-ка. Все все чисто союжди во имя, Господи. И дух прав, а вы дам его трубе моей. Дух прав, дух правды? А где она, эта правда? В Боге? А где он был, когда начиналась война? С небес на страдания миллионов людей любовался? Нет, Клава. Вот где правда. Вот здесь правда. Хотя... Кто его знает? Читай, читай. Вам надо делать упражнение на расслабление мышц шеи. Давайте, первое упражнение. Через вдох. Давайте, я не слышу, что вы дышите. И раз, два, три, четыре. Получается? Занимайтесь, занимайтесь. Молодец. И давайте, еще разок. Раз, два. Двое наших товарищей. Военврач второго ранга, товарищ Супругов. И военврач первого ранга, товарищ Белов. А также весь коллектив нашего поезда награждены орденами Трудового Красного Знамени. Поздравляю, товарищи. Спасибо. Надеюсь. Спасибо. Вы понимаете, что такая высокая партийная награда накладывает огромные обязательства и огромную ответственность на весь наш теперь уже орденоносный коллектив. Я скажу. А мне стыдно. Мне стыдно из-за того, что мои какие-то там заслуги были отмечены наградой, в то время как есть человек, который более всех нас заслуживает ее. А я, как последний трус. Николай Викторович, давайте не будем. Нет. Подождите, я скажу. Товарищ Супругов, простите меня. Допущена величайшая несправедливость в отношении нашего товарища Данилова. Я не понимаю, почему вы не отметили его заслуги в своем докладе. Участие товарища Данилова как руководителя подразумевалось. Если мы будем специально подчеркивать заслуги отдельных лиц, значит, недооценивать работу всего нашего коллектива. Вот это несправедливо, товарищ Спилов. Вот это несправедливо. Если б не мои статьи, то нас с вами вообще бы не заметили. Несправедливо. Чужие награды, это всегда несправедливо, я понимаю. Хватит. Дело надо делать, а не считать заслуги. Нет. А я тоже считаю, что товарищ Супругов в своих статьях пишет только о себе. Вы? Товарищи, друзья, как вам не стыдно? Павел Сергеевич сделал для всех нас огромное дело. У нас теперь нет вообще проблем с обеспечением. вы забыли, как раньше нам приходилось выбивать все самое необходимое. Как же можно быть такими неблагодарными? А вы? Вам, вероятно, обидно за ваш перевод. Какой перевод? Нас всех переводят? Переводят? Юль Дмитриев, вы меня совсем неправильно поняли. Тихо, тише! Вероятнее всего, Николая Викенчича переведут в стационарный госпиталь. А на его место собираются назначить товарища Супругова. А нас спросили? Товарища Городникова, с каких это пор начальство спрашивает вашего мнения? Да потому что ваше начальство ничего не знает о том, что у нас творится в поезде. Так а ну-ка, сядь. Не сяду! Потому что ваш пол Сергеевич ворует! Сгущенку! Ой-ой-ой. Это интересно. Иван Егорович. Вась, нехороший человек! Фима! Васька, сердце сказала! Да что вы ей, да что вы ее слушаете? Да что вы ее слушаете, товарищ? Она ж с ума сошла! Васька! Все, немедленно сказала! Он не должен быть начальником! Это нехороший человек! Не замолчи! Не замолчу! Так а ну-ка, хватит! Васька! Васька! Юля! А ну-ка, разошлись! Я всегда говорю, что детям не место среди взрослых. Всегда! Кто бросил инструменты? Вы что, не знаете, что нельзя хранить инструменты рядом с формалином? Я знаю. Я этого не делала. Нет, я сама виновата. нельзя заниматься благотворительностью. Может, стоит разобраться? Помолчите. Разбираться тут не в чем. Юль Дмитриевна, вы что, ослепли? Ну, какой из полседгеича ночь поезда? Никудышный человек, ничтожный врач. и вам это прекрасно известно. Пишет статьи, да, присваивая заслуги Данилову. Да вы все ему просто завидуете. Все. Пал Сергеевич, как врач, вырос за эти два года. Вырос. С вашей же помощью. Фаина Васильевна, вы хотите поссориться? Это просто мое мнение. Если вам не интересно, я, конечно, помолчу. Удивительно. Удивительно, как в этом поезде все любят совать нос в чужие дела. Удивительно. Как некоторые не хотят видеть правды. А знаете что? Может быть, поживем отдельно? Да. Конечно. Юля Дмитриевна! Смотрите. Все расчесал. Как себя чувствуете? Это во сне. Вот мы тебя свяжем на ночь. Будешь связанным спать. Вы что, не понимаете? Вы что, маленький? извините, пожалуйста. Больше такое не повторится. А вам тут нельзя. откуда девочка узнала про нас? Я вопрос задал. Я в обиде, Павел Сергеевич. Вы мной попользовались и бросили. А я, между прочим, тоже человек. в жизни так случается. А ты возьми и прости меня. Пожалуйста. Конечно. Юля Дмитриевна из вас человека сделает. Она вам будет уколы ставить и Карла Маркса на ночь считать. Ну, помолчи. Я уже давно молчу. А сказать очень хочется. Конечно. Попробуй. Ты же сама под раздачу попадешь. А недочет я закрыла. Да? Прости меня. Тебя там Данилов ищет. Зачем? Сама знаешь зачем. Иди скажи ему. Я ничего не знаю. Да ладно врать-то. Сами вы все врете. Эй. Боишься, что ли? Я ничего не боюсь. Я здесь жила. Наша деревня. Ты что делаешь? Васька! Дядя Саша! Дядя Саша! Тормозить надо! Васька спрыгнула! Какой тормозить? Полным ходом идёт! слег размер Васька! С поезд настиганула. Тормозить надо! Нормально! Юлия Дмитриевна! Что случилось? Почему он встал? Я за ней! Я бы не принесла! Ты куда? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Огородникова! Стой! Лена, подожди! Поломались мы! Пусти на запасной! Давай на третий путь пока! Но только на три часа! Больше никак! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты понимаешь, что с меня голову снимут за этот остановок? Кто? Да ты её по толстого нафиг! Иван Егорыч! Иван Егорыч! Иван Егорыч! Иван Егорыч! Ты чего ревёшь? Подселиться! Васька не виновата. Она вам правду тогда сказала. Что? Про супругова! Васька! 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 Державайте. Девочка, к вам! Девочка не прибегала, такая... Светленькая такая, с косичками. Васька! Василиса! Да! Там, там. Надо пить. Нужно. Товарищи, всем терпеть. Спите. Сон – лучшее лекарство. Так. А ну-ка, иди сюда. Это что такое, а? Здесь раненые. Ты понимаешь, что из-за тебя задержали поезд? Зачем вы кричите на ребенка? Помолчите! Юль Дмитриевна, здесь две раненые женщины. Одна беременна, и у нее нет ноги. Вы понимаете, что им нужна госпитализация? Что? Ой, я ее сейчас задушу. Иван Игоревич. Почему вы верите этой женщине? Это правда. Где доказательства? Вы верите полуграмотной кухарке? Не такая уж она неграмотная. Вас видела Василиса. Показание ребенка – это смешно. А знаете, я вас понимаю. Вам просто обидно. Да, я писал. Кто вам мешал это делать? Да, вы у нас регулярно пишите. И в сануправлении по поводу проверки. Вы и писали. Иван Егорыч, мы раненых привезли. Двух женщин. Хорошо, идите. Василиса Петровна, подойди. Идите. Иван Егорыч, давайте без эмоций. Возможно, я виноват. Но, возможно, все совсем не так. Давайте договариваться. По-хорошему. Давайте. Если придет приказ из управления о вашем назначении на пост начальника поезда, вы откажетесь. Ну, как я это могу сделать? По состоянию здоровья. У вас ведь давление, протрузия, что там еще. Иначе мне придется написать все, как было. Ладно, хорошо. Хорошо. Я пойду. Я пойду. Сядь. Ты понимаешь, что из-за тебя остановили военный поезд? У нас самые вкусные яблочки. У нас самые вкусные яблочки. Тихо. Пусть спят. Тихо. Кто это? Главный. Как зовут? Данилов Иоанн Егорович. Данилов. Кто там? Данилов. Я опоздал. Вы не представляете, что вы значите для меня. Юлия Дмитриевна, я хочу, чтоб вы знали. Только вы. Все, что при меня говорят, это ложь. Да. Я не знаю, зачем они это делают. Это неправда. Павел Сергеевич, я к вам прекрасно отношусь. Но мне иногда становится страшно. Я вас себе придумала. Нет, нет, нет. Это не так. Вы не правы, нет. Ой, извините. Там в шестом раненая рожает. Что? Ну... Извините. Мы справимся. Да. Да. Мы справимся. А-а-а! Моя помощь нужна? Да не мешайте, доктор, уйдите. Я могу быть здесь. Ображняемся, никого не стесняйтесь. Ольга Михайловна, дайте пеленку. Ольга Михайловна, пеленку, дайте пеленку. Я могу помочь. Уйдите. Тушься, дорогая, тушься! Еще! Еще! Тушься! Тушься, дорогая, тушься! Ну-ну-ну-ну-ну! Давай! Не души, не помешайте! Вы чего? Ничего. Зато она теперь не одна. Это правильно. Это очень важно. Вы на меня не сердитесь. Просто я люблю его. Таким, какой он есть, понимаешь? Я понимаю. Я все понимаю. Я за эту войну такая умная сделалась. Аж прям жуть. Вы не верите в человека, в его разумное начало. Все события, которые я наблюдаю, приводят меня к печальному выводу, что в человеке очень сильна тяга к истреблению себе подобных. Да. Это прогресс. У немцев неплохой прогресс. В плане науки и механики. Мы и немцы. Мы, конечно, лучше. Мы живем в самой хорошей стране. У нас нет предательства. Нет измен. Консулагерей нет. Никто никому не завидует. А я верю в коммунизм. Товарищи! Вы только представьте, ведь он только что, буквально вот сейчас пришел в этот мир. Давайте выпьем за здоровье новорожденного. Товарищ Данил, разрешите еще чуть-чуть нарушить сухой закон? Да вы его уже нарушили. Ну, это не важно, что я пьяный. Вы только задумайтесь. Ему тут будет лучше, чем нам. И мать. Сильная женщина. Держится. Да. Муж погиб. Как же она одна ребенка вырастет. Ну и хорошо. Отдыхайте. Товарищи! Ведь это же чудо. ТВ. ТВ. Да. ТВ. 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 Можно? Можно. Как себя чувствуете? Ничего, хорошо. А вы кто здесь? Замполит. Ну и по хозяйственной части тоже. Давно вы тут? С самого начала. А двойные как жили? Да кем только не работал. Потом молочным трестом заведовал. А теперь вот. А вы кто по профессии? Вот. Поработала в советском аппарате. Тяжело ему будет с ребенком? Тяжело. Да, конечно. Родственники-то есть? Есть. Помогут? Если пойти, поклониться. Помогут. У вас есть дети? Есть. Сын? Да. Хорошо это. Это хорошо. Хорошо. Вот что я прошу вас, товарищ замполит. Позовите ко мне дестру. Да, конечно. Ох, Люба. Захурили вы сейчас папироску, а? Здравствуйте, товарищи. 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 Меня прислал кубком. Кубком. Меня зовут Фаина. Фаина. Товарищи. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ 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 МУЗЫКА